Согласны, что два часа до перерыва? Да? Пальчика, можно выложить? Да, кнопочку вот эту. Спасибо. Вот хорошо. Очень я рада. Поставь, чтобы на твоем телефоне часы были видны. Это очень удобно. Я все время смотрю на него. Так, поставь. У нас сегодня мы начинаем с десятого шага. Я на самом деле, для меня десятый шаг это воздух, да? Но очень часто, когда начинаешь рассказывать про десятый шаг, кажется, что столько деталей, что непонятно, что с ним делать, как его делать вообще и как в нем жить вообще, да? Вот на самом деле, действительно, не получается просто делать десятый шаг. В нем жить надо. И в одном десятом шаге жить невозможно. Если у тебя вот там десяти нету, то в одном десятом ты тоже никак не вытянешь, да? И я правда, чем дальше двигаешься внутри программы, тем меньше слов рассказать, как делать это надо. Поэтому, сейчас я вот открою десятый шаг. Они прямо вот здесь говорят, в десятом шаге они говорят, что мы пришли в мир духа. Потому что, если мы двигаемся в рамках программы, то мы неминуемо к десятому шагу придем к миру духа. Даже раньше. Вот начинаешь потихоньку просто обращаться к Богу. Вот, я не знаю, там, к любой силе, которой доверяешь, есть, приходит какое-то маленькое доверие, меняются отношения, приходит спокойствие, меняются реакции. Они меняются не потому, что я начинаю понимать, что мне не надо дома устраивать скандал с близкими, да? Там, мне не надо ругаться с мамой, или с детьми, или с мужем, или с женой. Я всегда это понимаю. Ну, что это плохо, и мне от этого плохо, и вообще это не надо делать. Я не делать это не могу. А когда я потихоньку начинаю обращаться к Богу, помаленечку, вдруг я нахожусь, а в том, что Бог меня за шиворот держит, да? Пришел кто-то из близких с искрами, и раньше я бы взялась там с ним зубатиться. А сейчас я стою, и у меня нет посыла, идти объяснять ему, что, блин, да сколько можно, да хватит свой негатив тут раскидывать, да отстань от меня, да я делаю то, а ты не делаешь вот этого. Просто нет посыла. Вот оп и Бог умрал, и ты смотришь и думаешь, боже, что отдать-то ему там, или ей куда, или меня убери, или ей что дай, или ему, как Кира ее знает, не знаю. То есть спокойнее. И мой десятый шаг, он состоит из пяти действий. У нас книги три, хотя по факту в десятом шаге четыре, да, потому что у нас одно вообще просто его не указали. Ну, а зачем? Подумаешь, что в воздух, да, ну, не подышим маленько. Часто я слышу, когда говорят, я делаю десятый шаг вечером. Ты можешь за день подышать только вечером? Ну, ты умрешь. Да как это? Или я делаю десятый шаг, я пишу, и я там ему отдаю спонсору. Я не знаю, я, ну, может, наверное, так подходит. Мне не подходит. Я сдохну. Да, я не могу не дышать. У меня не хватает ресурса. Я не делаю программу для того, чтобы понять, что я сделала вот там утром неправильно. Утро уже закончилось. И вовже, у меня нет машины времени, я не верну. Раз, вот, пришла обратно, чик-чик переделала, да, пошла. То есть, это не даст мне пользы. Если я буду изучать, что я там сделала не так, я никуда не уйду вообще. Я так и буду жить вот там и постоянно изучать. Еще, я говорю, всегда же начинаешь изучать тамошнюю точку, находишь столько вещей, которые ты пропустил, да, на которые ты не заметил, а надо разозлиться, которые, ну, ужас вообще. Я начинала, когда училась делать десятый шаг, и вот тоже сносит в эту тему. Начинаешь искрить. Что такое, что случилось? Кто мне под шкуру залез? Да, и нашел сразу кучу моментов, которые ты не увидел, что они тебе тоже под шкуру залезли, и вообще к обеду уже с ума сошел. Поэтому просто, если я живу внутри постоянного обращения к Богу, мне достаточно просто делать эти действия. Да, потому что вот они прям, они говорят, духовная жизнь это не теория, надо жить духовной жизнью. Ну, я обычно это расцениваю как? Мне надо понимать и делать какие-то духовные действия. Я не понимаю. Я, поскольку Бог меня создал, любое мое действие, оно духовное. Да, любое. Но я еще туда что-нибудь примешу, и будет куча всякого говна. Но, по сути, Бог меня создал для того, чтобы я жила этой духовной жизни. И он дает мне эту возможность, если я оттуда уберусь. То есть, программа, она как бы с обратной точки не мне надо туда привнести каких-то пониманий, а мне надо оттуда вывалиться. И если я оттуда убралась, тогда Бог это делает. Это, ну, как, не знаю, как объяснять. Очень не знаю, как. Как говорит Шелдон Федди, 10-11 шаги у нас никто не понимает. Их, правда, невозможно понять. Но фишка вся в том, что их и не надо понимать. Их просто надо делать. Сейчас, погодите, расскажу вам. Ну, во-первых, они говорят, что мы перестали бороться, да, с кем-либо или с чем-либо. Мы, ну, тоже, это не мое решение. Не я просто вот решила и перестала больше бороться не буду. Я всегда норовлю бороться. За правое дело потом я начинаю бороться, да. То есть, я начала выздоравливать, теперь все, сообщество должно идти вот этой дорогой. Люди, мои подопечные, это же мои подопечные, а они все должны выздоравливать. У них вот такая синяя книга, я им все рассказала, они должны парить. Да, и вдруг моя подопечная идет бухать. Ой, ну, что же такое? Да, и как так? То есть, я, как, как я сейчас была в Уфе, там, товарищ мой говорит, я же спонсор года. Я говорю, ну, вот, видишь, ты спонсор года. Это, а мне же надо, что не я спонсор года, я спонсор мира, ну, что-нибудь такое. Спонсор года, это ты очень духовный человек. И, Боже, а где вообще действия десятого? Доброе утро, спасибо. Вот это надо было сделать сразу. Я только сказала Боже, да, и он мне показал, где. И я второй день рассказываю, что это надо делать сразу, да, сама я как это делаю, никак. Я с вами разговариваю и ищу, вот, что ты ищешь, Валя? Пойдешь же пить, Якуб. Наша следующая задача, говорят они, развивать понимание и повышать действенность наших усилий. Опять же, не я, не я могу это делать, я не могу ничего развивать и ничего повышать, это Божья работа. И это не происходит за один день. Никогда, вот, если ты пришел сегодня, да, ты не будешь, это не как выключатель, так не работает. Оп, оп, все, я такая пришла, 20 лет жрала, все уничтожала, где-то стебалась, тут пришла, книгу увидела, там, не знаю, кто-то мне сказал, о, десятый шаг, это воздух, о, точно воздух, теперь я живу с воздухом, так не бывает. Ну, есть отдельные люди, Билл, например, да, его хлоп и перевернуло, но это отдельный, редкий человек. Я когда читаю рассказ Билла, и он говорит о том, что я лежал и думал о тысячах беспомощных алкоголиков, которые могли получить то, что получил я. Я, ну, я вообще не понимаю, о чем речь. Я бы не думала. Я бы пришла, мне бы дали, сказали, все, Валя, теперь ты все, я бы сказала, все, я пошла. Очень хорошо. Какие тысячи алкоголиков? Хер с ними, с тысячами алкоголиков, вообще, ну, все равно. Бог свел, вот Билла и доктора Силки, да, доктор Силки тоже. Удивительная штука. У него нарколожка, в этой нарколожке куча больного народа, сумасшедшего, да, одного из этого народа он собирается отправить в дурку, он рассказывает Лоису, он говорит, я не знаю, что с ним делать, он либо сойдет с ума, его надо в дурку класть, либо у него будет водянка головного мозга. Да, все, ну, ничего не сделаешь. Через три месяца к нему приходит этот дурак, и говорит, слышь, доктор, а можно я пойду с другими дураками поговорю в отделении? Да, вот, ну, поразительная реакция доктора Силки. Как обычно доктор бы поступил, он бы что сказал, он бы сказал, ты давай это, иди-ка, да, спрячься, пока я тебя не нашпиговал ничем, и ремнями не привязал. Ты сам дурак дураком, сейчас еще вот этот дурдом мне тут поднимешь, быренько убежал от сель, да, а он говорит, он говорит, и испытывая некоторые опасения, мы все-таки согласились. Это фантастические вещи, и это божья работа, невозможно моей, да еще и такой сломанной головой, ну, что-то в этом сделать, это абсолютно невозможно. Поэтому мне даже не стоит пытаться, мне стоит пытаться идти к Богу. и они говорят, продолжайте наблюдать за тем, чтобы снова не появились такие черты, как себелюбие, нечестность, злоба и страх. Да? Я когда сама, вот у меня десятый шаг, это первое действие моего десятого шага, потому что я когда мне вот говорят, продолжайте наблюдать, и я когда сама продолжаю наблюдать, и у меня, например, появилась злоба, я сразу объясню, почему. Кто не прав? Да? Из-за чего я разозлилась? Ну, а что я, оловянная, что ли? Я же не блаженная ходить тут улыбаться? Да, если мы с Танейка договорились, что она мне там что-нибудь отдаст еще, тем более там денег, я не знаю, да? Утром в 10 приедет, денег привезет, а она не приехала и не привезла. Ну, я должна ходить и улыбаться, что ли? Вы что? А деньги еще мои, может, были, я ей в долг давала, да? Да и, конечно, я убить ее хочу сразу. Причем несколько раз и как-нибудь извращенную. Да и это нормально. Нормальный человек всегда на что-то реагирует. И люди обычно так живут. Они могут разозлиться, они могут расстроиться, они просто не проваливаются в это. Да, я если разозлилась, я живу в этом полгода. Я хожу и лютую, и постоянно возвращаюсь в это. Поэтому, если я наблюдаю за собой, я всегда оправдаю свое состояние. Я разозлилась, потому что вы неправы. Я раздражаюсь, потому что вы идиоты. Ну, и это всегда выглядит очень аргументированно. А как же иначе? Я всегда обосную, почему это правда. Поэтому мое действие первое, оно в том, чтобы просить Бога, Боже, помоги мне наблюдать за собой. Потому что, когда я прошу Бога, чтобы Он помог мне наблюдать за собой, каким-то чудесным образом появляется другая точка обзора. Да, другая. Я начинаю злиться, и я торможу. Стоп, 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 стоп. Стоп. Да, Боже, помоги. Даже если действительно мне должны были отдать деньги, которые пообещали, что отдадут, и они мои, и должны там отдать уже в течение хрен знает какого времени. Бог притормозит, и где-то внутри я понимаю, что это не моя точка. Я не знаю, там, кто что обещал. Ну, нужны мне эти деньги, они будут. Их сейчас нету, значит, нету. Надо заняться тем, что есть здесь и сейчас. Для этого есть остальные действия десятого шага. Тут написано, если они появятся, надо просить Бога избавить нас от них. В оригинале не написано, если. Там написано, когда. Да, вот то, о чем я говорила. Я не оловянный солдат. Я не могу ни разозлиться, ни обратить на кого-то внимание. Я все равно буду жить. Я буду как-то реагировать. Да, моя задача просто двигаться с Богом, чтобы не задохнуться там вот в этой, в моих реакциях. Искаженных. Да, как обычно человек реагирует. На самом деле удивительная штука. Начинаешь двигаться внутри программы, перестают люди от тебя шарахтся. Большинство людей, которые сегодня со мной знакомятся, они не подозревают ничего о том, что у меня с головой непорядок. Да, нормально. А в целом мы постоянно ведем себя так, что люди от нас отходят, отодвигаются, от нашего сумасшествия. Я раньше думала, ты такая крутая, я вообще заткнули хоть кого. Хоть любого. Я вообще не подозревала, что это не крутость, а это от сумасшествия человек отходит. Он не хочет впаиваться в это. Да, пусть с тобой вальтила, что хочешь, я пойду. Да, я сегодня тоже не стараюсь не начать никого останавливать, ничего доказывать. Просто нырнешь туда сразу. Да, и это не важно, сколько лет у тебя трезвости, сколько подопечных. Я... Катти Паркер вот рассказывает, она говорит, у нее 28 лет трезвости на тот момент, да, подопечный, она программный человек. И супруг у нее, то они обеспеченные люди, живут в шикарной избе, и напротив них дом, который приобрел человек, он долго стоял закрытый, потом его приобрел новый хозяин, и возле своего фасада посадил, на ее взгляд, она говорит, был такой шикарный вид из окна, а теперь херня какая-то, потому что он посадил там полу-кустарниковые, полу-сорниковые растения. Да, возле своего дома. Ну, я же смотрю, и мне это не нравится, да. Что за херню ты там насажал, идиот. Да, и мы, говорит, идем с мужем мимо. И я на него смотрю, он на меня, и он говорит, ты думаешь о том же, о чем и я? И я, говорит, ему, да, надо сжечь нахер это все, ну что? 28 лет, сжечь ночью. Нахер, возле его дома, все. Разница, то есть моя голова не перестала быть другой. Разница только в том, что я не пойду сегодня ночью это сжечь. Раньше бы пошла, да, а сегодня не пойду. Голова постоянно реагирует. Да, девочка звонит, говорит, блин, мне коллега на работе сказал, что я сумасшедшая. А это не так. Да, она сказала неправду. Ты сумасшедшая. Ну, плохо только то, что еще видно со стороны, значит. И все. Потому что если ты с программой двигаешься, то не видно уже. Ты сумасшедший, но люди вокруг этого не видят. И это сложно, да, вот еще в главе, еще об алкоголизме, они сразу нам говорят, мы не хотим. Мы не хотим, я не хочу признавать себя сумасшедшей. Я связываю свое сумасшествие с алкоголем и наркотиками. Я думаю, как только алкоголь и наркотики ушли из моей жизни, я перестала быть сумасшедшей. У меня путается все. Они пришли в мою жизнь, потому что я сумасшедшая. То есть это, ну, наоборот, да, это симптом. И, то есть мы просим Бога избавить нас от них, да, сразу. Как только появилась какая-то хрень, стоп, боже, нахер, забери ее, пожалуйста. И надо немедленно обсудить это с кем-нибудь и попытаться избавиться от этих качеств без промедления. Обожаем мы вот эти прозвоны по десятому шагу. Я очень часто в последнее время слышу, видимо, Сэнди там в этом, в спикерской, да. И я в последнее время очень часто слышу, когда у меня есть несколько людей по десятому шагу. То есть мы без конца прозвольствуем, без конца в этом десятом шаге одни и те же люди. Да, без конца я буду звонить и жаловаться на мужа. Или на жену. Блин, она опять, вот это вот, опять, ты сколько с ней живешь? 14 лет, Валя, и она каждый день так делает. Кто из вас дурак, бля? Она каждый день так делает 14 лет, а ты 14 лет каждый день ждешь, что сегодня она сделает по-другому. Бля, почему? С какого перепуга? Да, с родителями у нас очень серьезные отношения. В 7 лет трезвости я не могу разговаривать с мамой. А книга говорит, если ты дома отношения не дала возможности Богу наладить, ты иди бухай вообще, колись. Ты зачем пришла? Ты кому вот эти, создаешь это все? Если в семье у тебя ничего не наладилось, ты можешь быть председателем сообщества мира, блядь. И у тебя могут быть, я не знаю, 115 подопечных, только это никому, это вранье. Потому что это самое трудное дома. Это самое трудное. Вот не сказать маме, мы же еще можем, как, мы же ничего не говорим, у нас тут красная строка. Как вы заебали все. Да я вообще ничего не говорила. Говорит она мне, а тебе не надо ничего говорить? Ты заходишь в квартиру, и от тебя вот этот флюид, это что, а тут кто, а почему так? Да, и народ шарахается. И это тяжелое место, потому что мы привнесли огромное количество яда и ужаса в наши семьи. Да, и очень трудно, конечно, теперь с этим народом общаться, пытаясь как-то Бога звать. И мы постоянно, почему? Потому что мы постоянно сразу обвиняем их. Да, и мы ждем от них. Она 14 лет делает не так. Она должна сделать по-другому. Но есть очень простой путь, легкий. Боже, помоги мне помнить, что это моя жена, она такая. Да, и я сам не ангел. Все. И уже через очень короткое время мы начинаем гоготать. Слушай, ну всегда так делаю, и ты сегодня так сделала. И уже не замечаешь. Да, и, ну, с родителями очень сложно. Да, и вот недавно с девочкой разговаривала, она говорит, восьмой год у нее чистоты и трезвости, и она говорит, я поменяла спонсора. Ай, что ты, спонсор, тебе восемь лет. Куда ты, что ты с ним делаешь? Я не могу до нее дозвониться. По десятому шагу мне надо ей звонить, а я не могу. Зачем тебе в этом уже, вот ты в этой точке, по десятому шагу спонсору звонить? Что из того, что, ну, здесь все очень просто, да? Если ты раздражаешься, что-то не так с тобой. Что не так с тобой? Дура ты, иди делай что-нибудь. Все. Все очень просто. Не, нам надо разобраться, выяснить в условиях и причинах мы должны разобраться. Почему я в очередной раз дура? Почему мне не надо здесь злиться, да? То есть это абсурд вообще. Но мы обожаем это, потому что мы думаем, что это какое-то действие. Мы будем прозванивать кучу народа. Еще в самом начале нам обязательно надо найти того, кто скажет, что да нормально, уроды они все, реально. То есть если я звоню человеку, который мне говорит, Валя, остановись, займись чем-нибудь. Позвони подопечной, не знаю, помой чашку. Ну, сделай что-нибудь, хватит сопли жевать. Нет, это не то. Не то. Мне надо найти кого-то, кто со мной эти сопли пожует. Да? Кто поможет мне вот это вырастить, кусок негатива. Очень часто обижается подопечная, да? Звонит подопечная, ну, стой, стой, что сейчас делаешь? Не, Валя, ты не понимаешь. Я не понимаю, я даже понимать не буду. Потому что программа, она не про понимание. Да? И я обычно своим подопечным говорю, слушай, вот я буду тебе подругой, да, и моя задача тебя поддержать. Ты мне позвонишь, и я скажу, да, все херня, все уроды, все отлично, ты лучшая в мире. Давай с тобой сходим в кино, не знаю, чай попьем, что тебе подарить. Ты моя подопечная. Я права не имею создавать у тебя иллюзии. Ты вообще никого не слышишь, да? Я вообще никого не слышу. Я не люблю правду, я не верю в то, что я так могу себя вести. И если еще спонсор мне не скажет правду, я вообще об этом знать не буду. Да, потому что здесь я сама пришла и сама попросила, слушай, давай-ка покажи, что тут делать. Спонсор обязан говорить правду. Это неприятно. Тебя не любят. Ну, программа не про то, чтобы тебя все любили. Программа про то, чтобы ты отдавал то, что есть. Потому что ты начинаешь создавать иллюзию, эта иллюзия начинает убивать тебя. Да, иногда это достаточно неприятно. Часто, можно сказать, постоянно. То есть мы просим Бога, и звонок нам нужен для того, чтобы увидеть, я принесла ущерб или нет. Не надо идти его исправлять или нет. Или если уже бывают два трудные ситуации, у меня сейчас есть подопечные, у которых детвора, там, 14-16 лет, и ребятня начинает бустевать и слетать с катушек. И это крайне трудно. Одному вообще 11. И это крайне трудно, вот матери туда не... Потому что у нее без конца звонит телефон из школы, звонят, жалуются. Родители этих девочек, которых он гоняет там по школе, да, они звонят. И это крайне трудно, вот туда не нырнуть, не начать обвинять себя, что ты привнес в жизнь этого ребенка столько ужаса, и он теперь так себя чувствует. И, ну, этому человеку реально нужна помощь. И тут я, конечно, трубки беру всегда, потому что, ну, надо подставлять плечо, где-то помогать. Здесь приходится и разговаривать, и Бог звать, и чем-то делиться. Да, но вот этого выдуманного, это бесконечное количество. Бесконечное. Есть очень тяжелые моменты. Поэтому звонок только для того, чтобы определить, идти ли исправлять ущерб, или чтобы вылезти, если не успел, с Богом просохатил, если и нырнул, не успел оттуда выбраться. И, если мы обидели кого-то, надо немедленно принести свои извинения и помириться. Ну, на самом деле, не надо извинения приносить, надо исправлять. Да, но я вам скажу, знаете, меня изначально учили, вот это мы обожаем эту штуку, ой, опять я все, я пошла исправлять, и вот это без конца, да. Хорош это, бить посуду. Надо, мы постоянно подметаем осколки, а надо перестать бить посуду. Без конца ходим с этим веником, да, без конца готовы идти исправлять. Все, ой, я опять наворотила, ой, я пошла. Хватит. Не бей посуду, нечего будет подметать. Да, то есть доктор Силки говорит, полное воздержание, полное. И он говорит, с этим желанием выпить любую рюмку, беспокойство, тревоги, суеты, ожиданий, справиться легко. Что, если следовать немногим простым правилам, да, если я им следую, меня Бог будет останавливать. Не я буду останавливаться, Бог будет меня вести. И здесь действие, которое пропущено, оно основополагающее, да, здесь его вообще нет. Здесь сразу написано, что любовь и к другим, и терпимость определяет наш кодекс. А в оригинале написано, что мы обращаем свое внимание на то, кому мы можем быть полезны. Сосредоточиваем свое внимание на том, кому мы можем быть полезны. Да, и в начале книги, в главе «Выход есть» написано нам, что само наше существование зависит от того, насколько мы можем быть полезными другим. Да, заметьте, не написано, другим алкоголикам, другим наркоманам, да, мы начинаем у нас вот это. Я буду полезны. И что вы, вышли у вас, горят соседи, вы у них будете спрашивать, что у вас какая зависимость? А нет зависимости, извините, не могу вам помогать, горите, пожалуйста. Да, потому что другим, это и в том числе себе, я не знаю, выйди вокруг дома пройдись, остановись, попей чаю, пойди что-нибудь, не знаю, машину помой, ну сделай, что-то, да, займись тем, что есть здесь и сейчас. Всегда есть кто-то рядом, с кем можно поделиться спокойствием и теплом. Мы же как сразу думаем, я полезна, все, я спасаю мир. Да, он сразу там, а, мне надо туда, там вот бабушка в Тверской области живет, одна бедная, престарелая, мне надо туда ехать, помогать ей. У меня была идея, я говорю спонсору, вот мы тут какой-то херней занимаемся, эти зависимые вообще никому ничего не надо, я пойду помогать умирающим туберкулезникам, потому что к ним все относятся вот так печально, а с ними надо в карты играть, хохотать и чай пить. Спонсор говорит, ну иди, в четвертом шаге будешь в детоксе потом, времени будет полно, хорошо. То есть у меня есть какие-то идеи, где и кому я должна помочь, я не знаю, где и кому. Потом, это очень маленькие вещи, очень маленькие. Я, у меня в самом начале был такой пример, у меня есть за городом недвижимость в Подмосковье, и я поехала получать документы, мне надо было в БТИ, в налоговую инспекцию, и я, конечно, распланировала там как время, да, что я потрачу вот столько и приеду обратно. Я приехала в БТИ, а там новые здания, новостройки перенесли, это БТИ, и больше времени провела там, чем предполагала, и выхожу оттуда, программа, конечно же, уже все равно работает, и я прошу Бога, Боже, помоги. Давай как-то мы тут, ну, не будем без ожиданий, поедем делать то, что надо делать, поедем в налоговую, ну, вообще, хотелось бы побыстрее там все это сделать, да, ну, Боже, помоги мне быть полезной, да, вот если я начну предполагать, чем я могу быть полезным в налоговой инспекции, ну, я что предположу-то? Я что там делать-то, вот, полы я им там буду мыть или кого, чай наливать, что приду, скажу, давайте бумажки буду перекладывать. Ну, моя голова, она, это невозможно. Моя задача просто просить Бога, Боже, помоги мне быть полезной, да, и я приезжаю в налоговую инспекцию, захожу в кабинет, в кабинете два инспектора, и одна из них начинает оформлять мне документы, а вторая спрашивает у моего инспектора, она говорит, Ир, ты нашла БТИ? Она говорит, слушай, не знаю, куда их перевезли, третий день ищу, а я-то только что оттуда, у меня вообще все есть. Я ей говорю, так вот же, вот номер, вот там находится, вот отсюда заезжаете, вот такая дверка. Она говорит, ой, какое вам большое спасибо, оформила бумажку, пошла печать ставить, вы, говорит, посидите, вам надо вон там печать поставить, я схожу поставлю. Да, то есть это не моя работа быть полезной, в смысле, я инструмент в Божьих руках, у меня все есть для того, чтобы быть полезной, мне не надо придумывать. Мы начинаем там, Таня, попей чай. Таня говорит, Валя, я кофе выпила только что. Нет, ты что, ты должна чай, я полезна тебе, ты видишь? Да, потом я начинаю четвертый шаг ее писать, вот кошелка, я ей это, я ей то, а она ходит тут программная. Зачем я с ней поехала? Хорошо, что она у Гули живет. То есть и тук-тук-тук-тук-тук, и все, и разряд. То есть главное, это главное действие. На самом деле в процессе ты живешь, остается только два. Ну, три, да, ты просишь Бога, чтобы Он помог тебе наблюдать за собой. Немедленно просишь, как только что-то появилось, Боже, избавь, пожалуйста. И последнее действие, чем я могу быть полезным? Все. И нет вот этих жужжалок, где ты нанес ущерб, где ты не нанес ущерб, где ты с кем-то разругался, потому что Бог тебя тормозит. Не ты тормозишь, а Бог тебя тормозит. Просто становится спокойней. Вот, ну, как-то так у меня с 10-м шагом. Отдают они их слово. Спасибо. Я Татьянышна, алкоголька, всем привет, ребят. Смотрите, как устроена программа. Первый шаг дает мне осознание проблемы. Второй шаг – это решение проблемы. Что если я признаю в первом шаге, что я бессильна, и моя жизнь мною неуправляема, мне предлагают поверить, что есть нечто более могущеное. В третьем шаге мне предлагают принять решение. И это первые три шага – абсолютно нерабочие шаги. Они важные, но нерабочие. А дальше в шагах с 4 по 9 я получаю инструменты. А вот последние три шага – это являются инструкции на один день моей жизни. Это как мне теперь жить мою жизнь. Мы с девчонками ставим фигурную скобку, пишем «новая жизнь». Это инструкция. Десятый шаг – я и мои ошибки. Одиннадцатый шаг – я и мои взаимоотношения с Богом. Двенадцатый шаг – я и люди. Мир. Я, Бог, мир. Вот она, Святая Троица, с которой мы знакомимся первый раз в пятом шаге. И десятый шаг говорит мне о том, как я должна жить, используя полученные мной инструменты. Потому что в нем все предыдущие шаги начинают работать. Сейчас покажу, как. Первое правильное действие десятого шага – продолжаем наблюдать за собой. Как я устроена? Мне для того, чтобы наблюдать за другими людьми, не надо прикладывать никаких усилий. Или у меня это происходит автоматически. А для того, чтобы начать наблюдать за собой, мне нужна помощь Бога. Я хожу и прошу, Господи, помоги мне наблюдать за собой. Я живу в этом. Я это делаю постоянно. Постоянно. Я живу. Понимаете? Готовность так себя вести пришла не сразу. Но как только она пришла, десятый шаг начала работать. Мне нужен Бог для того, чтобы наблюдать за собой. Я не умею наблюдать за собой. Я за всеми вами наблюдала всю жизнь. Для меня это привычное действие. Непривычное действие – начать наблюдать за собой. Дальше у него говорится, как только… Да, наблюдать зачем? За проявлением эгоизма, нечестности, резентмента и страха. Это что такое? Это четвертая колонка четвертого шага. Мне предлагают жить в четвертом шаге. Смотреть на себя. Это новое действие. Второе правильное действие. Как только они появляются, мы сразу же… Сразу же – это наречие, которое говорит о времени. Мы сразу же просим Бога избавить нас от них. Что такое просим Бога? Блин, вот те первые три шага. Я знаю, что я сама себя ни от чего избавить не могу. Я знаю, что Бог есть. Я прошу Его. И все это – одиннадцатый шаг. Я полагаюсь на Бога. Я на себя не полагаюсь. Избавить меня от них – это шестой, седьмой шаги. Потому что я себя ни от чего избавить не могу. Бог может. Моя задача – попросить Его. Вот у тебя второе действие. Блин, вон они все эти шаги. И начинает в этом действии работать. Третье правильное действие. Немедленно обсуждаем это с кем-нибудь. Что такое немедленно? Да? Мне нужен другой человек. Это пятый шаг. Пятый шаг помогает мне сменить позицию. Потому что в начале пути мне нужны были все пять правильных действий десятого шага. Я была очень больна. Я не могла видеть себя. Я не умела этого делать. И другой человек, мой спонсор, показывал мне. Я была неспособна. Знаете, для меня в начале пути делать вот эту инвентаризацию в состоянии злобы – это как в сгущенном молоке пытаться плыть. Я завязаю. Первая колонка – муж. Вторая колонка – сказал то-то. Все, башка улетела. Как он смел. Да что это такое? Да так нельзя. Я не способна была дойти до четвертой колонки самостоятельно. Мне нужна помощь была другого человека. Спонсор меняет мою позицию. Во-первых, он показывает мне мою ошибку. Сегодня я могу увидеть ошибку. Но тоже не полностью. Что-то я проглядываю. Четвертое правильное действие. Немедленно исправляем ущерб, если причинили это. Спонсор помогает мне увидеть ущерб и помогает мне увидеть путь возмещения ущерба. Она говорит мне, что я должна сделать. Да? Шаги восьмой и девятый. Исправляем ущерб. Не выбрасывайте восьмой шаг. Он великий. Когда у меня нет готовности исправить ущерб, я иду к Богу и говорю, Господи, дай мне эту готовность. И он дает. Моя задача попросить. Я все время забываю о Боге. Постоянно. Единственное, о чем я забываю в этой жизни, я забываю попросить Бога. И третье правильное действие. Немедленно обращаем свои мысли к тем, кому мы можем помочь. Маленькое доброе дело. И мне тоже надо попросить Бога. Мне не надо фантазировать. Мне не надо сочинять. Мне надо просто сказать, Господи, покажи, кому я могу быть полезна. И я сразу же вижу это. Сразу же. Я не придумываю. Бог показывает мне. После прохождения шагов в безумном состоянии я звонила своему спонсору по десятому шагу. Злоба рвала меня на части. Я была неспособна вести себя по-другому. И у меня были дни, когда я звонила по 3-4 раза в день. Сегодня такого не происходит. Сегодня все по-другому. Но в начале пути мне была необходима эта помощь. И я своим девчонкам говорю. Девчонки, начинаем 10-й шаг с третьего правильного действия. Позвони. Она не может еще ничего. Она только-только проснулась. Она не умеет этого делать. А теперь конкретные примеры. Прихожу на кухню. Смотрю, мой муж стоит около раковины, моет посуду. А у него за спиной сидит дочь. И дочь с ним о чем-то разговаривает. Ребята, у нас очень тяжелый алкоголизм. Это семейная болезнь. Абсолютно разрушенные отношения в семье. И я вдруг вижу чудо. Моя девочка хочет поделиться с моим мужем. А он к ней спиной. И я ему говорю, дорогой, может быть, ты повернешься к нашей дочери и поговоришь с ней? Ну, естественно, я слышу, куда мне пойти. И меня это обижает. Ну, что я сделала не так? Блин, ты дома не бываешь. Какого хрена? Че ты, блин, кое веки ребенок хочет с тобой поговорить? Это гораздо важнее. Че ты нахрен эту посуду моешь? И вот в таком состоянии я звоню своему спонсору. В осознании полной правоты. Блин, да еще меня не уважают. Что я неправильно сделала? Что, неправда, что ли, да? А мне спонсор говорит. Дорогая моя, если твоей дочери не нравится, как твой муж с ней разговаривает, она скажет ему сама об этом. А ты иди-ка и возмести ему ущерб. Я говорю, чего сделать? Повтори, я не расслышала. Иди, скажи, что ты сожалеешь о том, что ты это сделала. Готовности нет. Да пошли вы на... Я еще буду извиняться. Че такого сделала-то? Я все правильно сделала? Тогда я иду к Богу. Господи, дай мне готовность возместить причинный ущерб. И она приходит. Я прихожу к своему мужу и говорю, дорогой, я сожалею о том, что влезла в твой разговор с дочерью. Да, прости меня. Скажи, как я могу это исправить. И чудо заключается в том, что когда в следующий раз я попадаю в ту же самую ситуацию, когда что-то происходит не так, как я считаю правильным, я уже набираю воздух, я уже готова сделать замечание, и тут Бог говорит, девочка моя, тебе нравится возмещать ущербную? Не-не-не-не-не-не, и это меня останавливает. Я уже знаю, у меня есть опыт, что так нельзя себя вести. И вот это то, о чем десятый шаг. Десятый шаг – это шаг духовного роста. Если не буду это делать, ничего в моей жизни не будет меняться. На 120-й странице прекрасное предложение, очень люблю его. Мы растем по мере того, как мы признаем и исправляем ошибки, а также извлекаем из этого пользу на будущее. Мне предлагается путь. Признать, да, согласиться то, что я поступила неправильно, исправить эту ошибку, третье правильное действие. Ну и у меня появляется новый опыт. Я знаю, что так больше себя вести не надо. И вот таких десятых шагов было очень-очень много. Но я сразу срубила чудо десятого шага, потому что я стала получать новый опыт. И мое мышление реально начало меняться, понимаете? Потому что у меня уже есть осознание того, что сейчас будет. Вот оно, возвращенное здравомыслие, да? Я знаю, что если я сейчас поступлю таким образом, то мне будет от этого плохо. И я не поступаю таким образом. Вот. Сегодня десятый шаг. Большей частью состоит из двух правильных действий. Господи, помоги мне наблюдать за собой. И как только мне что-то не нравится, Господи, помоги. Не судить, не оценивать, да? Помоги. И вылезти из своей башки. Выхожу покурить там три дня назад. У нас около подъезда такие, знаете, урны стоят. И смотрю, около соседнего подъезда пожилые мужчины, знаете, что делают? Достает вот пакет с мусором, развязывает его. Мусор вытряхивает рядом, да? А пакет забирает себе. И я так, твою мать, ты что творишь? Господи, помоги мне не судить, не оценивать. Спасибо, что мне не надо этим заниматься. Спасибо тебе, что мне не надо доставать из мусорного бака, да, пакеты и нести их домой. Все, я пошла дальше без этого человека. Раньше я бы пошла с ним домой, да, и крутила бы в башке. Как он может так себя вести? Еще бы накрутила туда очень много, да, потому что пожилые люди, это те люди, которые все время делали мне замечания и говорили, как я должна себя правильно вести, да. Чего ты, блин, творишь-то? Вы нас все учите, да, а сами-то как? Все, сегодня вот этого не возникает. Я увидела это, да, поняла и быстро зарубилась. Но это сегодня, это недавно пришло ко мне. Но первые два года мой десятый шаг состоял из пяти правильных действий. И мне очень нужна помощь другого человека, потому что я не видела, я не понимала этого. Понимаете, например, приходит сын, говорит, мне надо для военкомата там 18 фотографий, да, а у меня в торце соседнего дома фотоателье. И я знаю, что мы там недавно фотографировались, и у нее остались в банке данных, ее фотография осталась. Я прихожу и говорю, можете мне напечатать? Она, да, конечно, нажимая три раза на кнопочку, выплывая три бумажки по шесть фотографий, она мне говорит, 900 рублей. О, сколько? Да, я говорю, а подешевле, никак нельзя. Она говорит, нет, нельзя. Я выхожу злая, ну что это такое в конце концов. Три раза на кнопочку нажала, 900 рублей сорвала, да, содрала. Я не понимаю, я не понимаю, в чем моя ошибка. И я звоню спонсору, и спонсор разворачивает мою голову. Она говорит, посмотри, как здорово, тебе не пришлось, а я же чем аргументирую? Она же ничего не делала. Она не фотографировала моего сына, она не ставила вспышку, да, она ничего не делала, а взяла с меня 900 рублей. А спонсор говорит, ну смотри, как здорово, тебе не пришлось договариваться со своим сыном, тебе не пришлось его вести в ателье. Это же здорово, ты пришла и сразу получила то, что тебе надо было, да. В чем моя ошибка? Я оцениваю труд других людей. Это мои предрассудки. Это то, что вот нельзя брать за три бумажки 900 рублей. И я или особо попрошу Бога, чтобы он освободил меня от этого, или буду страдать. И после этого как мы, да, чем заканчивается предложение, да, а также извлекаем на это пользу на будущее. Я иду к Богу, говорю, Господи, помоги мне не оценивать, да, ну не мое собачье дело, да, в конце концов у меня, у меня даже не было этих, честно говоря, денег, да, но моя подопечная ехала ко мне домой, я высказала, дай тысячу рублей, потом через бербанки и перевела. Вот моя ошибка, да, и вот таким образом, идя по жизни, я начинаю видеть свои ошибки. Я вижу свои иллюзии, свои предрассудки, свои претензии к другим людям, и я получаю свободу на самом деле. Потому что в следующий раз я уже, попадая в эту ситуацию, ну 900 так 900, спасибо, что сделали. Да, у меня злоба уже не рождается, я уже понимаю, что злоба, она меня ждет, в общем-то, и я не управляю этим миром, и не от меня зависит, да. Боже, спасибо, что дал деньги. Вот. В десятом шаге очень много важных вещей в тексте, да. Да, ну, например, да, там говорится, мы ни с кем, ни чем, мы не даем зароков, да, проблема устранена, да. В этом и заключается чудо. Это происходит автоматически. Я иду по жизни, просто работаю по десятом, одиннадцатому, двенадцатому шагу, и моя жизнь начинает меняться. И мне не надо ничего специально делать, кроме этих трех шагов. Это гораздо более простая программа. Я очень сложная, мне все время кажется, что я там должна чего-то еще поработать, например, над комплексом неполноценности, да, там, например, там, над любовью к себе. Не надо, не надо, это все время придет. Вот. Вдруг в какой-то момент я начинаю замечать, что у меня появляется какое-то самоуважение. Вот оно появляется. Что как-то внутри все становится на свои места. Это происходит автоматически. Не надо ни с чем работать, кроме последних трех шагов. Они и есть основная работа по программе, да, образ жизни, который предлагает мне программа. А, что там еще интересного в десятом шаге? Сейчас подумаю. У меня нет перевода десятого шага, я по-другому переводу просто проверила работу. Сейчас подумаю. Ну ладно, Господь вернул нам здравомыслие. Я говорила, в десятом шаге уже можно пользоваться головой, но очень аккуратно, потому что мы не излечились от алкоголизма, и болезнь продолжает жить в голове, и она будет жить там вечно, да. Поэтому мне надо быть очень осторожна со своей головой. Не все идеи, приходящие в мою голову, от Бога, да. Там продолжает как бы много-много всякого безумства жить. Моя задача сегодня не слушать свою голову. Ай, дай загляну в десятый шаг. Что там еще интересного? Простите меня, пожалуйста. Я забыла взять десятый шаг. А, Господи, архиважно, архиважно. В десятом шаге я получаю кодекс. Мне говорят, любовь и терпимость к другим. К другим. Является нашим кодексом. Что такое кодекс? Это закон, из которого нет исключений, да. Смотрите, дойдя до десятого шага, я уже начинаю понимать, мое мировоззрение меняется, и мне в какой-то момент приходится смириться и принять новую позицию, что мне никто ничего не должен. Муж не должен обо мне заботиться, дети не должны меня благодарить, другие люди не должны меня слушаться, подопечные не должны выздоравливать, члены моей группы не обязаны делать шаги, не обязаны соблюдать дисциплину. Я все это начинаю понимать. А в десятом шаге мне говорят, а ты должна. Ты должна относиться ко всем с любовью и с терпимостью. Только если ты хочешь находиться в осознанном контакте с Богом. Потому что если в моем сердце нет любви и терпимости, никакого Бога нет. Это нужно мне для того, чтобы быть с Богом, мне надо относиться к другим людям с любовью и с терпимостью. Я не умею, но у меня есть доступ к силе, я прошу эту силу, чтобы он помог. Я просто прошу. Мне надо постоянно просить Бога, постоянно. И это на самом деле практика, которая достигается, понимаете. Мы начинаем и продолжаем. Я начинаю делать эти действия, я начинаю просить Бога, и со временем это становится автоматически. Нелюбовь и терпимость появляются во мне, а на автомат уходит просьба дать мне любовь и терпимость к другим людям. И он дает. Я просто привыкаю так жить. В десятом шаге есть антиобещание. Как книга построена? Говорится, вот проблема, что надо сделать по поводу этой проблемы, и что мы получим, если сделаем. В десятом шаге нам говорят, что мы получим, если мы не будем это делать. Если мы будем почивать на лаврах. Вот это та проблема, с которой сталкивается всегда новичок. И что каждый день я должна это делать? Да, каждый день. Потому что те действия, которые я сегодня сделала для своего выздоровления, они вчера, они к сегодняшнему дню вообще никакого отношения не имеют. Да, я каждый день должна это делать. Знаете, то, что та пища, которую я съела вчера, меня сегодня не оставит сытой, меня почему-то это не расстраивает. Я почему-то кушаю каждый день, по несколько раз в день. Тот сон, который был у меня позавчерашней ночью, мне сегодня снова надо ложиться спать. Меня почему-то это не расстраивает. Но когда мне говорят, что я должна начать делать 10, 11, 12 шага на ежедневной основе, ну вы что, охренели что ли? И башка все время рассказывает мне, что я выздоровела. Вот реально, это такой гон. Она постоянно меня обманывает. Она постоянно рассказывает мне сказки, что я не такая, как другие люди. Эго неубиенно, кстати. Вот эго – это страшная вещь. Эго имеет форму газа. Что такое газ? Это вещество с очень слабыми межмолекулярными связями, которое стремится занять максимальный объем. То же самое с моим эго. Если я не делаю эти действия, оно начинает распирать. А я этого не вижу. Я не понимаю этого. Мне кажется, что все хорошо. И поэтому мне еще нужен взгляд со стороны другого человека. Короче говоря, нам предлагают жить. И говорят, эти мысли, какие мысли? Мысли о Боге должны присутствовать у нас постоянно. Постоянно. И тогда все будет хорошо. Потому что сегодня, когда я наблюдаю за собой, я не вижу других людей. Меня не задевают другие люди, когда я смотрю на себя. Потому что мой взгляд сосредоточен на меня. Потому что у меня есть осознание и понятие того, что я больна. Вот первый шаг, он все-таки спустя несколько лет после прохождения шагов провалился. Я поняла, кто я такая. И что мне надо делать, и как мне надо жить. Дальше. Знаете, что еще важно в десятом шаге? У нас там написано, и исправлять новые ошибки на своем пути. Новая ошибка – это нормально. А вот делать одну и ту же ошибку – это ненормально. Значит, что-то недорабатываю. Нельзя спотыкаться все время в одном и том же месте. Нельзя. Поэтому, и не говорится, да, если мы, не если, мы будем совершать ошибки. Это нормально совершать ошибки. Но ошибки должны быть другими. Понимаете? Другими. В этом и заключается духовный рост. Другие, как я рассказывала вчера, пример с красной шапочкой. Все, я знаю, что она сейчас зайдет, и на ней зеленая шапка, и фиг. Все, это уже… Но если я каждый раз ору, блин, какого хрена на тебе зеленая шапочка? Нет, я не выздоравливаю. Это чистое безумие. Чистое. Поэтому нам… И у меня так в жизни происходит. У меня всегда новые ошибки. И я… И мой спонсор все время меня успокаивает. Она мне все время говорит, Таня, это нормально. Таня, это нормально, потому что я расстраиваюсь. Я расстраиваюсь, совершив ошибку, потому что у меня есть такая черта, как самобичевание. Потому что злоба, она как бешеная собака. Она точно так же, я могу злиться на другого человека, на себя и на Бога. Когда я злюсь на другого человека, мне это очень просто заметить. Да? Когда я разбираю ошибку со своим спонсором, я начинаю злиться на себя, и мне так не очень это понятно. А вот то, что я злюсь на Бога, это вообще для меня тяжело понять. Вот. Но для меня это немножко разные вещи. И мне надо реально поставить точку, чтобы эта злоба все-таки ушла. Да? И мой спонсор научил меня благодарить Бога. Я с ней в начале пути, каждый раз, когда мы разговаривали по десятому шагу, она говорила, ну и Господи, спасибо тебе за новый опыт. Я думаю, что спасибо, блин, при чем здесь Бог, да? Сегодня я понимаю, что любая вот эта ситуация, произошедшая в моей жизни, она дает мне новый опыт. Потому что, пройдя эту ситуацию, я больше в этом месте не споткнусь. У меня, правда, есть новый опыт. Господи, спасибо тебе. Мне не нравится это, но я благодарю Бога, да? Ну, разная бывает ситуация, да? Вот. Ну, тем не менее, короче говоря, десятка – это то, как жить. Все. Применяя все-все шаги, пройденные до этого, в одном дне. Вот так вот все просто. Наверное, закончу. Спасибо, что послушали. Одиннадцатый шаг. Можно было уложить себе три, два часа. Не знаю, как получится. Так, одиннадцатый шаг. Одиннадцатый шаг – это, ну, вот, в моем случае я сравниваю это с инсулином. Да, вот, как инсулин для диабетика, да, одиннадцатый шаг. Хотя моя программа вообще вся началась с одиннадцатого шага. Потому что, если не звать какую-то другую силу, более могущественную, чем моя собственная, вообще нельзя сделать эти шаги. Потому что я вообще не знаю, что там делать-то. Я там ничего сделать не могу. Я не могу принять бессилие. Я не могу поверить. Я не могу даже решение принять и реализовать его. Я могу его принять, а потом тут же поменять, да, и какую-нибудь хернёй устроить. Я не понимаю, где взять честности, чтобы… Я-то думаю, я честна. Ну, я вообще не вижу, что я могу обмануть сама себя и всех окружающих. Да, поэтому, если программа начинается с одиннадцатого шага, то есть шанс, что ты потихонечку в эти шаги зайдёшь, Бог тебя заведёт. Потому что, ну, реально, вот, например, шестой шаг в оригинале, там сказано, что мы нашли себя готовыми к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков. Как я это сделаю? Как я, что я сделаю, чтобы вдруг найти себя готовой? У меня нет ресурса. Это не человеческие усилия, а сделать эту программу для меня. Да я не знаю, как это делать, понятия не имею. Моя задача делать только то, что я могу сделать, больше ничего. И одиннадцатый шаг, он начинается с вечера, да, у одиннадцатого шага три части. Вечерняя часть одиннадцатого шага говорит о том, что, когда мы ложимся спать, мы, вот, мысленно оцениваем прожитый день. Да, я не оцениваю прожитый день. Потому что, если я начну оценивать своей головой прожитый день, это будет печально выглядеть. Да, и я не отвечаю на вопросы, которые написаны в книге. Я их задаю. То есть, я спрашиваю у Бога. Боже, я была сегодня эгоистичной, нечестной, там, не знаю, газовала где-нибудь. Обманула, может, кого. Боже, давай посмотрим, что за день сегодня произошло. Я не буду ответить, вот этот вопрос, там, что я могла бы сделать лучше. Да, ну, как я на него отвечу. Да я молодец, я делала все хорошо. Я старалась, как могла. Ну, в моем случае. Потому что у меня, ну, уровень моего эгоцентризма, он невероятно велик. Я, мне плевать вообще на людей. У нас большинство народу, у которого зависимость от чужого мнения, да, я, и я, и такой человек ответит на этот вопрос, ужасно, я вела себя ужасно. Я опять накосячила. У меня, блин, новые и старые, и всякие ошибки, и в конце концов, когда это закончится. И все. Да, в моем случае я говорю, да пошли они нахер. Я молодец, они сами все уроды. И та, и другая часть, это печальные места. Жить в этом невозможно. Поэтому книга не говорит, Валя, ответь на вопросы, как ты себя вела. Тем более, что, ну, реально, нет машин времени. Вела я себя и вела. Уже теперь что я буду делать? Я на самом деле действительно готова к тому, что болезнь, она очень хитрая штука. Да, это, не знаю, может быть, я не буду там ломиться куда-то в какой-то, или буду наоборот ломиться. А она очень хитро меня обведет. Если я хожу где-то через дыру в заборе года три и пришла, и там теперь ее забили, то я, может быть, и буду ломиться, ломать и пытаться там пройти. Болезнь не будет. Она сегодня не придет ко мне с точки зрения, Валь, пойдем что-нибудь употребим. Она знает, что я ей скажу, да, ну тебя отдыхай. Да, ну она придет с какой-нибудь идеей на предмет, а вот ты не успела там сделать что-то в Магнитогорске, да. А вот ты завтра должна прилететь, и у тебя будет вот такая задача по работе. А вот вчера ты просохатила рабочий звонок, да, вот они. Тык-тык-тык-тык. Все, я пропащий человек сразу. И поэтому вечером я останавливаюсь, и у меня уходит на вечернюю часть одиннадцатого шага, не знаю, три минуты от силы. Потому что они говорят, что, ну ты задала эти вопросы, тебе не надо на них ответить, тебе не надо понять, что ты сделала не так, и что теперь тебе на всю свою оставшуюся жизнь надо изменить и правильно сделать, да. Они говорят, а что мы делаем-то тогда, если нам это ничего не надо. Они говорят, мы не нужно только поддаваться беспокойству, угрызением совести или мрачным размышлением. Да, я не знаю, моя задача задать вопросы Богу, Боже, что там было в этом дне. И ты вдруг чудесным образом Бог тебе показывает какие-то штуки, которые ты готова увидеть, и ты что-то вспоминаешь, да, или не показывает. И по итогу ты, что нужно, не нужно поддаваться беспокойству, а нужно, что, вспомнив события прожитого дня, мы просим прощения у Бога и спрашиваем Его, как нам исправить наши ошибки. Все. Да, Боже, прости меня, ну, очевидно, что что-то там, наверное, было, я, может, сегодня не готова увидеть, и ты показать мне, не считаешь нужным. Ну, если я где-то там что-то накосячила, помоги мне. Мы очень внимательно стараемся разобраться, да, я вот, у меня был опыт с девятым шагом, когда я, знаете, как мы же, мы же, ну, вот, начинаем выздоравливать вот эти вот, и начинаешь думать, что ты самый лучший выздоровленец в мире, блять. И очень мы внимательно относимся к тому, как кто служит на группе, да, ой, он вообще взял на себя ответственность, не выполняет ни хрена, или она. И я на домашней группе секретарила, очень плохо секретарила, на самом деле, постоянно на кого-то это сваливала, или, ну, что-то, что-то съезжала. Ну, я, ну, что, ну, еще товарищ мой, я на него сваливаю, он потом мне говорит, я хотел тебе сказать, что это, ты вечно на меня это все сваливаешь, ты когда это перестанешь делать? Я тебя умоляю, никогда, пока ты не перестанешь это брать, я не перестану это сваливать. Мне надо, чтобы ты это делал, я буду на тебя сваливать, пока ты не скажешь мне, нет, Валь, иди нахер, иди делай сама. Все, больше ничего другого у меня нет, ты хочешь, чтобы я тут была высоко духовным человеком? Нет, это не произойдет. И девушка у нас на группе была, у которой были служение казначей и служение ПГО. И вот я хреново выполняю эту обязанность секретаря, ну, что-то все собрала, вроде все протоколы сделала, все повестки, но не распечатала. И не принесла на группу. И вот прихожу как бы на группу, и она, а ко мне еще девушка пришла за спонсорством, ждет, я тут, люди на собрании, и она мне говорит, Валь, ты плохо исполняешь обязанности секретаря. И я говорю, да, да, я плохо исполняю обязанности секретаря, это правда. А что ты хотела? Тебе протоколы нужны? Что ты хотела? Ничего, мне не нужны протоколы, вот тут бы мне-то остановиться, мне не нужны протоколы. Ты хреново исполняешь обязанности секретаря, ты снимай служение, я сама его возьму. Да, вот мне-то бы вот с Богом там бы и притормозить, что да, ну все, не нужны протоколы, пойду я. Ну, где же тут я, я махом подрываюсь, и ты, а ты, блин, иди возьми руководство по обслуживанию, прочитай, что должен делать ПГО и казначей, как только ты начнешь исполнять эти обязанности без сучка и без задуринки, я милости прошу тебя с рекомендациями ко мне по служению секретаря. А пока иди нахер отсюда, жаль, что я в сообществе и не могу тебе это дать в глаз. Все, я махом наживаю девятый шаг, махом, причем я наживаю этот десятый, но я его не делаю, да, потому что я сажусь, начинается собрание, я понимаю, мне плохо, я понимаю, что я внесла раздор на группе, это не моя задача учить ее, и мне нахер это ничего не надо, и мне надо брать время, когда этот ведущий даст время для объявления информации и делать десятый шаг, и признавать свою ошибку и перед этой девушкой, и перед людьми, которые пришли на собрание, они не пришли слушать, вот это мое, ужас мой. Я не делаю этого, у меня был опыт, когда, вот Танька правильно говорит, что когда ты честно сделаешь пару раз десятый шаг, ты уже не хочешь туда ходить. Ну, а чтобы сделать честно десятый шаг надо еще, да, потому что у меня были полдесятого, без пятнадцати, десять, у меня всякие спонсоры говорят, ты охренеть, ты что ты делаешь, ты что за шаг вообще? Ну, такого нету, у меня есть, у меня были девятые шаги за чужой счет, за счет спонсора, например, да, то есть он говорит, охренеть вообще, что ты творишь, блин, да, ну я делаю программу, делаю я, и все, и конец тогда. Ну, фишка не в этом, а в том, что я начинаю, вот, ну, я понимаю, что мне надо сделать, я не зову Бога и не делаю то, что надо делать. Заканчивается собрание, мы выходим с моим товарищем, он выходит в собрание, садится ко мне в машину, весь такой довольный, радостный, счастливый, спокойный, и я выхожу с собрания домашней группы, да, ну, нахерам мне это надо было вообще, зачем? Да, ну, естественно, я уже не сделала то, что надо сделать, я уже нажила девятый шаг, и мне надо это исправлять. Девушка, которой надо сделать девятый шаг, перестает ходить на собрание домашней группы. Я понимаю, что я вроде готова сделать этот девятый шаг, как бы, и, ну, а она не идет. Я спонсору говорю, слушай, что делать-то, надо делать, а ее нет. Он говорит, ну, идешь и ищешь, группе делаешь отдельно, ее идешь и ищешь на собраниях, группа в Москве делаешь отдельно. И вот с товарищем моим же обратно, он садится ко мне в машину после этого собрания, и я ему говорю, слушай, что за хрень-то такая? Он говорит, ты знаешь, может, где-то за что-то держишься. Держишься, да? Я приезжаю домой вот вечером в одиннадцатом шаге, не моя задача увидеть, за что я держусь. Может, я там пришпилить ее решила в рамках девятого шага, я не знаю. Я говорю, Бог, пожалуйста, помоги мне сделать честно то, что я должна сделать. Если я за что-то там поймалась, ну, убери это. Помоги мне не мнить себя тут какой-то особенной или думать, что я лучше, чем она или кто-то другой. Убери, Боже, помоги не блестеть чешую этой, помоги не идти впереди тебя. Я не знаю, за что я держалась и что там было, я ничего не увидела. Она на следующий день пришла на собрание. Она пришла на собрание, я сделала девятый шаг, и она больше не ходит. На нашу группу она больше не ходит. Она ходит там где-то, она с вами поснимала все служения и ушла. Да ну там другой замес. И важно не то, что увижу я, и не то, что пойму я, в чем моя ошибка. Важно попросить у Бога прощения и попросить помощи. Боже, помоги мне исправить мои ошибки. Это вечерняя часть одиннадцатого шага. Да, утром, написано в книге, утром в самом начале дня. Да, в самом начале дня. Потому что мы обычно утром, когда, спрашиваешь, когда утром? Ну вот я встала, там кофе попила. Да, а тут написано, проснувшись утром, в самом начале дня. Потому что, если я встала и кофе попила, ну, я уже могу уйти ой как далеко. И это будет без Бога, и вернуться мне будет трудно. Потому что ухожу я быстро, а возвращаюсь с трудом. Да, вот, ну, как спонсор говорит, уровень моего духовного роста, тема измеряется. Как быстро я нашла себя в том, что я стебанула от Бога, и как быстро я вернулась обратно. Я сегодня достаточно быстро нахожусь в том, что я стебанула от Бога. Мне плохие. Начинает жужжать. Опа, стоп, значит, я что-то делаю не так. Книга так говорит. Она говорит, ну, тебе плохо, что-то не так с тобой. Все, иди что-нибудь делай. Да, а что не так со мной? И у меня какие-то идеи, я от кого-то что-то требую, я что-то жду. То есть я играю роль Бога, и мне плохо сразу. Поэтому моя задача перестать играть роль Бога. Здесь еще вернуться к Богу уходит какое-то время. Да, как с похмелья ты начинаешь употреблять. Ты никогда вот это просто рюмку поставил, оп, тряхнул головой и пошел. Так не бывает. Тебе еще придется отболеть. Да, прежде чем ты вернешься к нормальной точке. Поэтому нежелание вот этого хапнуть, оно помогает тоже тормозить. И поэтому я не рассматриваю никакие планы. Я знаю, есть опыт, когда люди пишут, например, план на день, на каждые полчаса. И, наверное, этот опыт, раз он есть, он кому-то помогает. Я не знаю. Я не могу. Потому что если я напишу себе план на каждые полчаса, с утра я встану, первые полчаса я просохачу обязательно. Вторые полчаса я буду злиться на то, что я просохатила вот эти первые полчаса. Третьи полчаса я буду злиться на всех вас и я пойду жрать. Ну, я реально ничего не сделаю. Я пойду, сегодня я не пойду сразу пить там что-то или колоться. Я пойду жрать окружающих. Да, то есть со мной рядом будет невозможно находиться. Я буду искрить и все, я ничего не буду делать из того, что может дать мне сегодня Бог. Поэтому я просыпаюсь утром, вот я проснулась утром, и я прошу, Боже, направь мое помысловерное русло. Береги от жалости к себе, без честных поступков, коростолюбие, освободи от своей воли. Там есть еще пониже, да, вот про своей воли. И помоги мне вот отныне исполнять твою волю. Все, сколько? Шесть секунд. Мы там надо утром, не знаю, по два часа молиться. Не так не сказано здесь. Сказано вот, попроси Бога, да, и я прошу. И следующая часть 11 шага, в течение дня, вот здесь написано, в течение дня, если появляются сомнения или волнения по какому-то поводу. Во-первых, в оригинале написано, когда появляются сомнения или волнения по какому-то поводу, потому что всегда что-то происходит, да. Во-вторых, в самом начале, оно у меня вот, например, не появлялись ни сомнения, ни волнения, потому что они не уходили. Да, некогда было то сомнения, то волнения, то беспокойство, то тревога, то вообще какая-то херня, которую я не знаю, как называется. То есть меня постоянно искрило, да, я постоянно... да-да-да-да-да-да-да-да. И поэтому мне постоянно приходилось ходить и просить, Боже, помоги, Боже, помоги. Ну, в самом начале не Боже, помоги, а слышь, Бог, давай, что-то они там сказали, что это вот работает, давай как-нибудь, пусть она тоже работает. Приходи, тут работай, я не знаю, пожалуйста. Да, потом, вот потом появилось слово пожалуйста, потом я вдруг нашла себя в том, что я, ну, появился пиетет, кто Бог и кто я. Да, вдруг, я не знаю, как Бог это сделал. Сегодня у меня есть уважение к Нему, сегодня, а в большинстве случаев есть доверие, потому что я прошу. Но сегодня я честно это прошу, то есть у меня нету, вот этого нету, как я проверяю, да ладно, Бог, что ты, ну-ка, ну-ка, приходи, посмотрим. Да, тут отношения. Сегодня я прошу доверие, и я знаю, что Бог управит. Ну, я не падаю там в страхе в большинстве случаев, потому что, ну, Бог моща, он реально делает лучше, чем я. И поэтому я, как бы, в течение дня я пытаюсь в этом жить. То есть я вот проснулась, попросила Бога, чтобы он направил мои помыслы в верное русло, уберег от жалости к себе и помог мне руководствоваться его волей в течение дня. И я буду стараться звать Бога в каждое дело. Боже, давай вставать. Боже, пойдем чайник поставим. Боже, давай зубья почистим. Боже, давай на работу соберемся. Боже, давай посмотрим, что там кто звонил, писал. Да, то есть я буду стараться прям, ну, для того, чтобы это стараться делать, мне придется просить Бога опять же, да, я буду просить. Боже, помоги мне помнить, что ты мне нужен в каждом мгновении этого дня. По-другому, потому что я не вспоминаю. У меня давно, вот сейчас, ну, пропиликала почта, да, и я уже сразу раз, будешь помоги, потому что уже отработанная тема, пилик телефон, будешь помоги, будешь помоги. И это именно так оно и работает, да, потому что по-другому никак. Так, если за какие-то флажки мне не зацепиться, девчонки пишут БП на руке, там, или крестик ставят, там, кто что, да, какие-то напоминалки на телефоне, пиликает, там, каждые 15 минут какой-нибудь таймер или каждые полчаса, ну, у кого как. Есть какие-то действия, в которые изначально, ну, машину, это всегда, да, вот я не знаю, как я езжу, это ездит Бог вообще, я реально не езжу. У меня совсем нет зрительной памяти, вообще, я буду помнить номера телефонов, имена, я вообще не помню, нет, я у меня, я в клуб бильярдный езжу, два раза ездила, сейчас перестал, надо ездить тоже. Боже, помоги, не знаю, надо или не надо, блядь, вот, вот, на ходу, опа, надо. И там разворачивались на, ну, к клубу подъезд, разворачиваешься на заправке. Два года я езжу туда два раза в неделю, каждую неделю. И мне девушка говорит, на заправке, давай увидимся на заправке, на какой заправке? Ну, заправка, ты в клуб едешь вот тут на развороте. Да, там заправка, реально, опа, там заправка, правда. То есть, я не вижу ни хрена, и это не моя тема, чтобы что-то там увидеть и запомнить. А Бог делает это возможным. Он очень часто, я еду, допустим, раз и свернула куда-нибудь, не туда. Я не езжу по навигатору, вчера вот еду, тоже, и товарищ мне говорит, ты почему навигатором не пользуешься? Я говорю, да я не знаю, я бы только пробку посмотреть пользуюсь. Потому что, ну, знаки есть, указатели есть, и я в основном не пользуюсь навигатором, когда езжу по дороге. Но, на самом деле, едешь, и Бог раз тебя куда-нибудь, ты раз свернул и начинаешь злиться. Ну, блядь, что ты сюда поехал вообще? Ну, вот, блин, почему ты надо, боже, почему я не смотрю на дорогу? Потом проходит какое-то время, два-три дня, и мне целенаправленно надо приехать в эту точку. Я уже там все знаю, блин. Да, я уже там покрутилась, я уже там была, я уже в курсе. То есть, всегда у Бога всегда все продумано. Это вообще не моя тема, что-то там искать и что-то определять. И сегодня я не делаю этого, слава Богу, я очень признательна Богу за вот свою лень. Потому что я не разбираюсь, я не хожу туда ничего там искать, колупать. Я прошу доверия у Бога и знаю, что книга говорит правду. Вот очень часто кто-нибудь из подопечных говорит, нет, Валь, вот ты знаешь, вот тут мне Бог помогает, а вот тут Бог не помогает. Так не бывает. Так не бывает. Бог может помогать везде. Да, другое дело, что делаешь ты. Да, вот тут ты принимаешь помощь Бога, а вот тут нет. И тогда вот это, так поэтому и работает, да, поэтому вот это все кривит. Но я вам скажу, что нельзя в одном месте бухать, а в другом месте прийти трезвым. Если я сейчас здесь напьюсь, я вот туда на рецепшн трезвая, ну никак не попаду, блядь. Я уже ухандоканное туда прибреду. Поэтому любая рюмка, которую я выпиваю по дороге, она ведет меня к употребу в дальнейшем. Да, если я пришла на работу и кто-то меня там не устроил, или я выехала из дома, и меня не устроил какой-то водитель, за которого я цепанулась и хлебанула эту рюмку, я на работу приеду пьяная, да, я приеду пьяная, вот это, недовольная этим водителем, и я буду недовольна всеми окружающими. Чего бы они ни делали, это уже не играет роль. Как бы хорошо они себя и правильно не вели, мне уже не угодишь, я уже потому что нахлебалась. Поэтому, и важно, конечно, то, что одиннадцатый шаг говорит, что надо делать это постоянно, да, постоянно, и для того, чтобы много раз в день, вот они говорят здесь, что мы в течение дня, когда появляются сомнения или волнения по какому-то поводу, нужно остановиться на минуту и попросить Бога указать правильную мысль о деле. Мы очень часто на ходу зовем Бога, мы бежим, просим у Бога помощи, да, и ни разу не остановимся. Я до сих пор не умею останавливаться на минуту. Ну, я не могу, да, потому что я действительно, болезнь моя заключается в том, что мне надо двигаться, двигаться, двигаться. У меня подопечный говорит, слушай, ты живешь в таком ритме, ты как вообще живешь? Да, потому что у меня реально ритм, мама дорогая, да, но это мой ритм. Бог знает, кому какой ритм дать. Да, он мне подходит, может, кому-то другому не подходит, и я не буду настаивать, чтобы человек жил в таком ритме. Я нормально живу, я два раза в месяц куда-то вылетаю на выходные. Я в 5.45 встаю и в час ложусь. У меня бесконечное количество звонков, два телефона и огромное количество друзей, каких-то походов, поездок, всего. Ну, я не знаю, как это возможно, но это возможно. Бог так делает, это не я делаю. Значит, ну, мою голову ничем другим не остановишь. Да, ее вот так останавливают. Я постоянно занята. У меня без конца какие-то задачи, 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 их много, этих задач. Потому что стоит мне чуть-чуть оторваться от того, что я делаю здесь сейчас, все, я пойду в прошлое, в будущее, и в итоге употреблять я пойду. Поэтому я очень благодарна Богу за то, что Он дает возможность жить внутри 11-го шага. Просишь, и Он дает. Вот, Боже, помоги мне. Я в самом начале реально, я не понимала, что надо делать. Вот, я сейчас часто сталкиваюсь с тем, что когда подопечный, надо рассказать, да, и она пытается понять. Я очень благодарна Богу за то, что мне было лень, и я вообще не доверяла этой программе, и я злилась, короче, и разбираться не хотела. Я просто хотела, чтобы, ну, все закончилось вообще как можно быстрее. И шансов у меня не было, и мне сказали, ты попробуй вот это делать. Делать мне было нехера, и я сказала, ладно, хер с ним, я попробую, только потому, что это хрень какая-то, я, ну, так, это не может работать вообще. Ну, делать мне больше нечего. И я пытаюсь это делать, и очень быстро это начало работать. Очень быстро. Я вот понимаю, о чем Билл говорит, когда он говорит, два месяца прошло, и Эбби пришел другим человеком. Да, потому что если ты начинаешь это делать, Богу все равно, как ты его зовешь, блин, встаешь ты на колени, какие ты сарафаны надеваешь. Ему вообще фиолетово. Он говорит, тебе помощь нужна. На, Валя, на. Да, нет проблем. И он помогает больше, чем я вообще представить себе могу. Да, я даже, я помню, после, я пришла после срыва, я уволилась с работы. И я сижу, и я прям чувствую облегчение такое, думаю, сижу в машине, да, я уволилась. Мне некому помогать. У меня еще самой задача стоит там помогать, да. И все, это Москва там, все съемное, за все надо платить. И, ну, по сути, надо как бы, ну, это ужасное действие, да. А мне, вот я прям чувствую, блин, я выдохнула, думаю, ну, и хер с ним, я не знаю. И я начинаю просить у Бога работу, да, мне же вот они говорят, проси у Бога. И я прошу, давай, Бог, работу, короче. Потому что мне надо ходить, ну, там, вот так, чтобы, да, вот так. Чтобы я могла ходить на собрание, чтобы мне 10 рублей платили. И, короче, вот так, и всякое, и всякое разное. И условия я ему ставлю, какую мне надо работу, да. Ну, хорошо, что я лень. Я вот, ну, сколько-то там, 3 дня, может, 4 просила, просила, задолбала. Говорю, слушай, Бог, да ну тебя нахер. Ты сам все знаешь, да. Вот, что мне тут надо, короче, за что платить, куда идти. Давай, короче, сам как-нибудь разбирайся, работа мне нужна. Два-три дня проходит, мне звонят, говорят, берите вот этот проект, Валентина. Десятый год, это золотое звено укладывают на железной дороге в республике Саха-Якутия. Президент Медведев на тот момент летит туда, мне говорят, берите этот проект, туда надо сувенирки. Пол журналистов, в октябре, короче, будет укладка золотого звена. Я говорю, да вы что, я не потяну этот проект, там, блин, там Питер, Москва, Владивосток. Якутск, Хабаровск, Санкт-Петербург, несколько, они говорят, не, 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 только вы и потянете. На работу можете, ну, вам, вы нам в офисе не нужны, координируйте тут это все, как сочтете нужным. Денег вам платим 30 рублей, я прошу 10, да бог дает 30. Я никогда бы такие условия не попросила. Я вчера рассказываю тему, когда мне шеф говорит, я уехала за город жить, у меня как бы за городом живу, и шеф мне говорит, ты мне нужна в Москве, давай что-то делай. И я уже, ну, хорошо уже есть опыт, я уже не начинаю жужжать там. А как мне теперь надо, мне надо снять жилье, или мне надо снять жилье, это деньги дополнительные, или мне надо идти к сестре жить, у них есть возможность там, ну, я там буду лишним человеком. Или что мне, я не знаю. Я говорю, слушайте, это, бог, не знаю, там этот, говорит, я ему там нужна, ты давай куда-нибудь меня сели, где мне жить. Да, все, это все. Спонсор уезжает в Америку, хозяин его квартиры, звонит мне, говорит, Валентина, вы присмотрите за квартирой. Шикарная однокомнатная квартира. Потому что я не хочу ее сдавать, пока Григорий не вернется. Вы, пожалуйста, за ней присмотрите. Я говорю, слушайте, Денис, тут ситуация, мне придется вернуться в город, там дня 3-4 работать, может, я как-то там заодно и поживу. Единственное, я говорю, что я пока могу оплачивать только коммуналку. Я ему говорю. А он мне говорит, ой, что вы, какая красота. Спасибо вам большое. Это кому рассказать, что в Москве квартиру однокомнатную дали пожить за коммуналку? Кто поверит? Как я попрошу у Бога такой шанс? Да никогда. Голова не даст. Ну, это же невозможно, реально. Да? Невозможно. Какой дурак тебе даст однушку жить за коммуналку, Валь? Ты кто, блин? Да? Я никогда не попрошу у Бога такой. Потому что болезнь ограничивает меня. Бог делает вот так все. Поэтому я давно не прошу Бог, дай мне что-нибудь. Потому что я уже 500 раз подавилась этими булочками, которые я лично конючил. Все, все, Бог, не, не, давай. Вот что дашь на том и спасибо. У него всегда есть лучше для меня, чем у меня для себя. Всегда. Да, поэтому я сегодня просто норовлю остановиться. Вот я прошу, Бог, помоги останавливаться. Потому что я сама не умею останавливаться. Я буду бежать. И мне хотя бы там, я иногда могу на ходу, да, остановиться, просто зацепиться вот глазами за то, что есть. Вот колонна, вот какие-то веники тут навязанные. Вот там, я не знаю, стойка бара, да. То есть что происходит, где, кто, кто навстречу идет там, кто на чем сидит, на чем я сижу, стою, что в руках держу. Здесь, здесь, сюда, здесь, сейчас. Вернулся сюда, здесь, сейчас. И всегда здесь есть Бог. И Бог всегда тебе даст больше, чем ты сможешь попросить. И это фантастическая штука на самом деле. Но приходится в этом жить. Приходится просить Бога, чтобы Он помог. Да, потому что по-другому ты где-то в какой-то точке ты начинаешь вот нутром понимать, что ты сам не справишься. Вот реально. Так самое главное, что это же круто еще, да. Вот я вообще не люблю ничего делать. А программа мне говорит, Валя, и не делай. Я говорю, ой, какая красота. Я прям реально в том месте, в котором надо. Да, потому что если бы что-то было надо делать, я бы померла. Ну, правда. Поэтому очень Бог, действительно, это такая могучая сила. Это столько, ну, вот в моем случае это фантастические вещи, да. Человек, который пришел в сообщество, и вокруг была выжженная земля вообще. Я ненавидела всех лютой ненавистью. Со мной вообще невозможно было общаться. Абсолютно. А сегодня можно. Да, сегодня... У меня зять реально, я приходила к нему, он из интеллигентности, из вежливости здоровался со мной и уходил нахер. Вообще не разговаривала. А теперь он звонит и советуется. Поехал телефон себе покупать. Звонит, говорит, ой, Валентин, у тебя же Самсунги тоже, да, давай-ка я тут хочу телефон поменять. Афонина, Самсунги. Я думаю, я прав, потому что ты же всякой гадостью пользоваться не будешь. Нихрена себе, это он теперь руководствуется тем, чем я пользуюсь. Он говорит, ты же не будешь пользоваться, да. Это фантастическая штука. Он вообще разговаривать со мной не хотел, потому что это было страшно, то, что я принесла в их семью. И если я живу внутри одиннадцатого шага, я, ну, я живу. Вот я реально живу. Но единственное, что, конечно, мне не надо пользоваться, как и одиннадцатым, как и любым шагом. Только тогда, когда мы очень часто ошибка в том, что я начинаю наблюдать за тем, как я себя веду и думаю, что мне нужен одиннадцатый, десятый шаг. Тогда, когда мне плохеет, тогда, когда болезнь начинает показывать зубы, да. Это поздно. Это очень поздно. Это вот про это. Помогите. Да, жахнул и упал. Да, тюнь, и нет меня. Потому что люди, у которых хронические заболевания, они не ждут приступов, чтобы принять свои препараты. И эти вот десятые и одиннадцатые шаги, это шаги, в которых надо жить для того, чтобы приступ меня не свалил. А мы сваливаемся в этом приступе, жалуемся всем. Вот, болезнь меня накрыла, да, она задолбала. Каждый раз, каждый раз одно и то же, да, каждый раз разбираемся, что там происходит с этой болезнью. Каждый раз находим причины и недостатки. Все прекрасно о себе знаем. И живем, хромаем. Да, постоянно норовим этими безногими ногами куда-то шагать. Да, нам дали эти костыли, говорят, слушай, вот тебе вообще тележка на электрическом управлении, гоняй тут на здоровье. Нет, нет, не надо вот тут похромать. Да, и это такая, ну вот это и есть болезнь на самом деле. Болезнь не в том, что, что, где, сколько, чего, кого, с кем я употребляю. Потому что это симптом, мое употребление это симптом. Моя голова, она не дает мне по-другому жить. Потому что, ну, если я не буду употреблять, я схожу с ума. Я начинаю употреблять из-за того, что мне нужен буфер. Я не могу, я не понимаю. Да, он, приц, говорит, я всегда ждал, что сейчас инопланетяне прилетят и меня заберут. Потому что, когда ты плачешь на хоккейных матчах и смеешься на похоронах, ну, ты реально не от мира сего. Это так. Я помню себя в пятом классе, и у меня дома, пятый, по-моему, да, пятый класс, у меня дома очень внимательно относились к школе, к образованию, да, и прогулять просто так было нельзя. У меня мама поздно достаточно родила, и моих дедушек и бабушек уже не было. А у моих подноклассников в пятом классе постоянно умирали дедушки и бабушки, и у них постоянно было основание не пойти в школу. Законное, блядь. Я не понимал, чё, как так? Потом у нас, у нас были соседи долго, с которыми мы прожили, и у них умерла родственница, да, и мама говорит, завтра пойдём на похороны. Вы не представляете, с какой гордостью я пришла в школу сказать так, завтра я не приду к классному руководителю. Она говорит, почему? Потому что я иду на похороны. И вот, ну, это чё такое? Это нормальная голова? Это же реально непорядок. Да, как я это несу? Я пошла на похороны, понимаете? Я могу в школу не пойти. Это гон вообще нездоровый. Я тогда-то, я этого не вижу, конечно, я начинаю употреблять. Конечно, я сумасшедший человек, совершенно. Я могла в классе взять цветок и кинуть в кого-нибудь для того, чтобы... Ну, он там разговаривает, а мне надо его успокоить, потому что урок начинается. Ты дура, после того, как ты цветком ему по башке дашь, сразу спокойствие настанет или прибежит куча народу и будет ужас? Тут всё в песке, да? Ещё башку-то ему разбило, медики придут. Какой урок-то начнётся? Откуда он возьмётся? Ну, я-то верю, что я делаю правильное действие. Да, я кидаю и всё, и аут. Или что-то устраиваю. То есть, мне нельзя руководствоваться головой. Я всегда на благих побуждениях несу кучу хаоса. Всегда. Поэтому я сегодня... Это могут быть сегодня там какие-то правильные идеи. Да, я вот вчера или позавчера еду тоже, и мне подопечная звонит, и мы начинаем разбирать восьмёрку её подопечной. И голова что-то мне постоянно же норовит подсказать, да? А может, вот так надо сделать? Ой-ёй-ой. Ой, всё. Стой, стой. Я не знаю. Я не знаю. Не дай бог. Потому что программа – это опыт. Это только опыт. Ничего другого. Если у тебя нет опыта, иди за опытом. Не надо придумывать. А может, вот так надо сделать. Сейчас сделаешь. Коллективно жрать пойдёте все. Поубиваете друг друга. Да, я не знаю. Я говорю, слушай, я не знаю. Спонсор там где-то тусит по городам и весям. Вернётся, я спрошу у него, или он это, на отдыхе у турка. Я спрошу и посмотрим, что с этим делать. Ну, пусть ждёт, потому что пока ответ придёт. Может, у спонсора его тоже нет. Она говорит, да, хорошо. Махом же, раз, и голова говорит. Нет, надо что-то изобрести. Надо что-то придумать. И я уже верю, что реально это надо. А как же я гуру? Да, мы часто уже там, ой, ну вот всё, я уже теперь, у меня вот столько опыта, да, и я сама где-нибудь завалюсь. Спонсору тоже говорю, нахер это надо? Вот это нахер? Он говорит, это опыт. Блядь, куда столько опыта? Мне столько не надо опыта. У меня вот так опыта. Можно мне какой-нибудь приличный опыт дайте, пожалуйста? А вот это всякое, я упала, у меня очень много такого. Я не могу даже, не успею использовать до конца жизни, да. Поэтому, на самом деле, я не знаю, потихоньку ты начинаешь в этом жить, и жизнь твоя начинает меняться. И ты находишь себя останавливающимся. Да, помните, Санди Бич говорит, я прошу об этой 10-секундной паузе, да, и за эти 10 секунд всё проходит. Да, те вещи, которые раньше казались тебе, ну, какими-то вообще знаковыми, да, на которые ты реагируешь, так нельзя, этого не должно быть. Тут ты просто стоишь, вот как оловянный солдат. Чё нельзя, чё нельзя, вообще это не твоё дело. Жизнь становится другой. Вот они, в самом начале книги, они говорят, будет новая жизнь. Это правда. Новая, это такая, которой не было никогда. Да, ты просто раз, это не просто меняется, ты становишься другим. Вот ты становишься другим, да. Если ты живёшь внутри этих шагов, как только ты руку Бога отпустил, так ты сразу и с приветом, с большим, да, махом. Ну, ты сам пост, ты видишь это постфактум, и очень удивляет, особенно в самом начале, когда реакции не твои, да, когда ты, оп, что-то делаешь из того, что ты никогда не делал. Тебя удивляет. У тебя подопечная есть, которая, ну, махровая, ну, у меня все такие подопечные. У меня нет подопечных, которые случайно зашли в сообщество, а вдруг там чё там, у меня все вот это, ага, других Бог не даёт, да, потому что... Иначе, а как я буду выздоравливать, если ко мне придёт там какая-то девочка, ромашка? У меня была девочка, которая говорит, я, мне очень жаль, я бы, муж, у меня, значит, надо мне готовить ужин, а я пошла бухать. Да? И я не понимаю, а и чё? Ну, в чём беда-то? Ну, как, мне же ужин надо готовить, а я пить пошла. Ну, а, да, я не понимаю. Ну, муж сейчас с работы придёт. А он чё, грудничок, что ли, или чё? Сам не поест, мне? Почему надо... То есть, я не понимаю, у меня нету, я не... Как... Это я ещё сейчас бухая приду, пусть меня накормит, да, то есть, у меня совсем другой расклад. И у нас с ней нету идентификации. Но есть куча людей, у которых с ней идентификация есть, да, поэтому... Не надо доходить до такого сумасшествия, как я, но я не шла, сама, верьте, это не моё, не мои старания. Но, видимо, мне надо было именно до этой точки дойти, по-другому бы я никак и не вернулась. И это тоже, она... 20 лет назад она звонит, рассказывает, говорит, выхожу, говорит, на лавочке сидит мой бывший, и с ним рядом сидит какой-то человек. И они разговаривают. И этот человек мне, говорит, говорит, здравствуй, Лена. Здравствуйте, Лена. Я, говорит, смотрю на него, думаю, о, а что, он меня знает? А вы что меня знаете? О, говорит, да. Я с вами 20 лет назад один день работал. Один день. И помнит её 20 лет. Да, потому что она там ухандокалась и пол ларька унесла. Ужас. Так вот она, у неё, она переехала в семью, в квартиру, где живёт сын с невесткой, с внучкой. Тоже вот она, девочки этой родятся, они выбрали имя ей, выбирали, да, и она мне говорит, как это, это ребёнок с таким именем, как я буду с ней гулять, говорит она мне. Они хотят девочку назвать, а будет родиться девочка, будут, назовут Аврора. Она говорит, что это, Кресси, что ли, что я буду с ней гулять? Я говорю, слышь, ты, кто тебе дал её ещё гулять с ней? Да, ты, может, её ещё вообще не доверят, блядь. Вали. И, а теперь она говорит, приходит, она никак не шла к нему с девятым шагом, категорически она к бывшему с девятым шагом не шла. Нахер его, и всё. Хорошо, нахер его, помирай. Или Бога проси, или помирай. Ну, как-то выклинчила, пошла, сделала девятый шаг и рассказывает мне, звонит и говорит, слушай, Валь, как так произошло? Сейчас это, звоню бывшему, а они с внучкой сидят по очереди. А у бывшего девушка, новая. Причём эта девушка, бывшая жена её брата родного. То есть у нас же всегда замесы будут тянуть. И она, конечно, с ними там шах-шах-шах. А тут это, звонит и говорит, слушай, говорит, звоню бывшему, говорю, ты придёшь, внучка, сидеть? А он, говорит, мне, говорит, я болею. И я, говорит, ему говорю, это, так надо лечиться. А он говорит, ну да, ну нету, ни лекарств, ничего. Ну так ты, говорю, приди, я дам лекарств. А он говорит, я не могу, плохо себя чувствую, не дойду до тебя. Я ему, говорит, так Наташу отправь. Так мало того, говорит, приходит Наташа. И я даю ей денег, лекарств. И сейчас, говорит, стою, думаю, это кто был? Это я? Я чё, это я так сделала? Я дала ей денег и отправила её лечить бывшего? Ой, ни хрена себе, говорит. Я говорю, нет, Лен, это не ты, это Бог. Потому что ты эту палку в руки и слышь, ты конь. Или ты придёшь с внучкой сидеть, или я тебе коленки переломаю. Да всё, по-другому никак. Но это меняется. И меняется это именно благодаря тому, что ты постоянно пытаешься, не пытаешься следить за тем, где и как тебе надо поступить. Где и как ты можешь быть полезен. А затем, когда ты последний раз обращался к Богу. Боже, помоги. Боже, помоги. И тогда он даёт тебе вот эти возможности, которые колоссальные совершенно. Ну, ты сам никогда этого не сделаешь. У тебя нет ресурса помочь человеку, которого ты, да, хрен с ним раньше там люто ненавидел. Сейчас считаешь, пошёл он нахер. Но идти к нему вот на этих чувствах ты не сможешь. Спокойно идти. А я вам вот могу кучу примеров привести, где девчонки делают фантастические вещи. Я очень часто прошу Бога. Боже, дай хоть немножко доверия, вот столько, сколько есть у неё. Мои махровые подопечные иногда такие вещи делают. В таких ситуациях. Что это просто фантастическая штука. Это только вот Божья работа. Это не то, что она там сама что-то поняла или я сама поняла. Это великие вещи. Одиннадцатый шаг, десятый шаг. Это комплекс действий, в которых ты живёшь и у тебя другая жизнь. В случае, если ты это делаешь. Если ты просишь Бога и делаешь. Что-то я заболталась. Одиннадцатый шаг, место хорошее. Спасибо вам. Спасибо. Хорош. Я Татьяна Женна, алкоголька. Привет. Ребят, в первом шаге мне сказали, что моя болезнь живёт в моей голове. Ночью я сплю, у меня нет проблем. Но как только я просыпаюсь, идёт это безумие. Поэтому моя жизнь состоит из утра, дня и вечера. Поэтому одиннадцатый шаг даёт мне чёткую инструкцию, как мне вести себя утром, днём и вечером. Но только не утром и вечером, а при пробуждении и при засыпании. Потому что девяносто восемь процентов одиннадцатого шага – это дневная часть. И мне вечером предлагают задать Богу вопросы. Я задаю Богу вопросы. Валя сказала, что три минуты – это много. Мне достаточно одной минуты. Я быстро пробегаюсь. И Богу, если надо, Он мне ответит. И это происходит очень просто. Я спрашиваю, не было ли сегодня нечестно. И вдруг я спрашиваю, блин, пипец, я же обещала человеку спонсора найти. Или перестать подопечной сексуальной нейтрализации. Я вспоминаю. И тогда я пишу, сделай это на следующий день. Если Бог не напомнил, Господи, спасибо за прошлый день. Если что, накосячила, у тебя есть время. И очень часто бывает, когда я утром просыпаюсь, и Бог напоминает мне. Вот у меня почему-то утром хорошая башка. Например, у моего сына, старшеклассника, у него появилась девушка. И эта девушка каждый день после школы приходит к нам домой. И вдруг я понимаю, блин, пипец, у меня появился еще один ребенок. Потому что он ест, да, и все такое прочее. И я как-то подхожу к своему сыну и говорю ему, слушай, это зараза, сегодня снова к нам придет. Ну и хихах, и забыла. На следующий утро просыпаюсь, и прям первое, что мне приходит в голову, мысль. А ты что такое вчера себе позволила? Что, охренела? Текстур разрешил называть девушку сына заразой. И я понимаю, блин, ущерб, и надо его смещать. Я прихожу к своему сыну и говорю, сынок, слушай, прости меня, пожалуйста, за то, что я вчера Ксюшу назвала заразой. Я сожалею об этом. А сын говорит, мам, да ты что гонишь? Я же понимаю, что ты это сказала в шутку. И меня сразу болит. Что я правда гоню? Я же сказала это в шутку. Нет, то, что мой сын привык жить в этом сарказме, потому что это тот образ жизни, в котором он вырос, это сегодня для меня ненормально. Я так больше жить не могу. Это моя сторона улицы. И Бог мне об этом напомнил на следующий день. Почему он напомнил? Потому что я его спросила об этом. Не спросила бы, не напомнила. Вот и все. Я вечером просто спрашиваю. Потому что я просто человек. Я не все замечаю. Я иногда теряю контакт с Богом. Несусь по этой жизни, как паровоз. Я что-то забываю. Поэтому я перед сном спрашиваю, слушай, есть ли я что-то накосячила? Покажи мне. Все. И он мне показывает. Вот так вот. Понимаете, это настолько все просто. Блин, а мы такие заморочены. Нам все кажется, что надо какие-то горы свернуть. А надо просто спросить Бога перед сном. Соответственно, утром при пробуждении первое, что я делаю, я должна зачеканиться. Я должна реально зацепиться за Бога. Лежа в постели, не открывая глаза. Потому что у меня, когда я просыпаюсь, у меня сначала просыпаются мозги. Глаза открываются потом. И мне в этот момент пробуждения надо зацепиться за Бога. Я просто говорю, Боже, дай мне разум. И душевный покой. Дальше я иду в туалет, в ванную, делаю себе кофе, выпиваю и читаю все, что написано по поводу 11-го шага в книге. Всю утреннюю часть читаю. Это моя дисциплина. Господь дал мне готовность это действовать. И так делать, так себя вести. И я это делаю. Вот. Ну, это я. Мне нравится это делать. Меня никто не заставлял, никто не просил. Мне очень нравится эта программа, потому что там говорится, что мы сами выбираем, озвучим некую молитву, да, которую любыми своими словами. Не требуется никакая формулировка в третьем шаге нам уже говорится. Богу не нужно все это, нахрен это нужно мне, да. На самом деле, что такое 11-й шаг? Я начинаю накачивать духовную мышцу. Я начинаю просто тупо делать эти действия. Вот представьте себе, я покупаю абонемент в тренажерный зал. И мне, как бы, как человеку, оплатившему там целый год в тренажерном зале, как бы бонусом дается одна бесплатная тренировка. Я прихожу в зал, да, мне дают красивого мальчика, он проводит меня по всему залу и показывает мне, да, он рассказывает мне о правилах, там, в какое время работает зал, где находится туалет, где раздевалка, какая должна быть спортивная форма, проводит меня по каждому станку и прямо говорит, вот этот станок там на накачивание, там, например, да, мышцы спины, садишься вот так, значит, спинку ровно, он мне дал инструкцию, что я делаю дальше. У меня есть выбор. Могу купить себе офигенно красивую форму, специальную бутылочку для питья, да, налить туда какой-нибудь там полезный напиток, ходить в тренажерный зал, да, и сидеть и смотреть, как качать мышцы в руке, да, что-то изменится в моей жизни? Ни хрена. Но, если я начну делать это, то вне зависимости от того, сколько мне лет, какой образ жизни я веду, как я питаюсь, сколько часов в день я сплю, сколько раз в неделю я хожу на тренировку, сколько времени я уделяю этой тренировке, это важные обстоятельства, но не самые главные, потому что если я буду это делать, мое тело изменится. И вот это то, чем одиннадцатый шаг. Мне надо просто начать это делать, да. Девяносто восемь процентов. Одиннадцатого шага. Осознанный контакт с Богом. Что такое осознанный контакт с Богом? Я сейчас вижу, вот у меня сейчас с тобой осознанный контакт, да. Ну, сейчас перерыв закончится, мы пойдем там курить в туалет, да, осознанный контакт перерывется. С Богом так нельзя. Нельзя, мне плохо сразу становится от этого. И это моя ответственность. Это отныне я должна следить за своим осознанным контактом с Богом, да. И мне говорят четко, как я должна себя вести. Мне очень нравится тот абзац. И, кстати, несмотря на то, что это самая важная часть для меня одиннадцатого шага, в книге всего один абзац, на дневную часть одиннадцатого шага. Там даются конкретные действия, да. Стоп, я не управляю этим миром, исполняю твою волю. Например, это то, как делаю я. Мне так нравится, я так привыкла, да. И я говорю своей подопечной, попробуй. Вот смотри, сейчас сколько времени там? Девять сорок. Окей, давай так договорились. В десять, в десять тридцать, в одиннадцать, в одиннадцать, тридцать, двенадцать. Попробуй хоть один день так пожить. Просто тупо говорить эти слова. Пускай мне для тебя ничего не значат. Стоп, я не управляю этим миром, исполняю твою волю. Человек вечером звонит, говорит, охрененно, как это работает. Вот это вот удивительно, все время, они все время удивляются, что это работает. Вот это вот постоянно, да. Люди реально начинают это делать, потом звонят, говорят, охренеть, как круто, какой у меня сегодня был зашибенный день. Я просто сделала то, что предлагает мне сделать программа. Мне очень нравится одиннадцатый шаг в рассказе Билла. Потрясающие вещи. Смотрите, простое предложение. Я должен был ничего не предпринимать, когда сомневаюсь, и просить его указать мне выход, и дать мне силы, и так далее. О чем мне здесь предсказали? Что мне здесь сказали? Мне здесь сказали, то должно надо сделать два действия. Я, блядь, первое действие не вижу. Я вижу второе действие. А мне говорят, стоп, сначала остановиться. И вот это реально действие, которое я должна сделать. А я не могу. Вот лыжник. Я несусь. Я как паровоз. Блин, я разрушитель. А мне надо начать. Господи, помоги остановиться. Помоги ничего не делать. Вот это очень большой труд. Реально ничего не сделать. Пример. У нас постоянно дома конфликт. У меня двое детей, подростки. Они по 17 лет. У нас загородный дом, очень хороший. Мой муж очень любит дачу. Он прям фанатеет без этого. Ему надо ездить на дачу, он там заряжается. И каждый раз, когда мы уезжаем, оставляем квартиру детям, всегда проблемы. Там или пьянки, или гулянки. Соседи звонят ночью, они не дают нам спать, вызывают милицию, всякая прочая фигня. И одна из этих проблем, они курят в квартире. А у нас в квартире не курят. Знаете, вот когда курят в квартире, квартира через какое-то время как бы адаптируется. Вот когда не в курящей квартире покурили, я возвращаюсь, я, блин, спать не могу в своей постели, потому что постельное белье прокурено, я прям мучаюсь. И я умоляю, говорю, дети, я вас умоляю, пожалуйста, не курите в квартире, я не могу, я задыхаюсь. Приезжаю, я возвращаюсь в дачу, захожу в квартиру, иду в туалет, и там в унитазе прям вот завалено все бочками. Прям все завалено. И вот тут, блин, мне бы остановиться. Мне бы остановиться и ничего не делать, а сделать то, что предлагает книга. А попросить Бога правильное действие. Потому что правильное действие в данной ситуации это постоять в туалете, поспускать вот это вот все, чтобы этого не было видно. Нет, я так не могу сделать. Я иду к своей дочери уже спокойно, говорю, Юля, ну я же просила тебя не курить. Это слышит мой муж, мой муж заводится. И это заканчивается страшным скандалом. И я когда потом отматываю назад, я думаю, твою мать, мне надо было просто остановиться. И ничего бы не было, потому что это закончилось тем, что мой муж наорал на дочь. Она вышла в коридор, начала визжать, орать матом. Он пытался не выпустить ее из квартиры. Я пришла, сказала, остановитесь. Я сейчас выпущу тебя. открыла дверь, и дочь вылетела поле из квартиры. Муж побежал вслед за ней курить. Он возвращается, говорит, прости, я говорю, никаких проблем, я понимаю. Я понимаю. Я не злюсь на тебя. Что тебе сделать, дорогой? Ничего страшного, да, Бог есть, он позаботится о нашей девочке. Не переживай. Хочешь, я сделаю тебе бутерброды с сыром? Хочешь, я поставлю тебе там твое любимое кино? Хочешь, и я не злюсь, все хорошо, я уже могу, но когда я отматываю назад, я думаю, твою мать, а ведь было место, когда мне надо было остановиться. Ничего бы этого не было, если бы я смогла это. Вот, поэтому для меня очень важное действие одиннадцатого шага остановиться и ничего не делать. Не делать. А я несусь. Понимаете, вон она моя башка, она же сразу мне говорит, что, блядь, и просили же не курить. Да сколько это может продолжаться? Да, блин, вам на меня насрать, да меня никто не уважает. Это такие песни постоянные, которые, да, в моей голове. Потрясающее обещание в одиннадцатом шаге. Нас говорится, что у нас появится в башке нечто новое, когда я буду интуитивно понимать, как стоит себя вести в каждой конкретной ситуации, такое правда появляется. Но надо слушать, понимаете? Бог-то есть, он говорит мне, что мне надо делать, но я, блядь, не понимаю. Я еду на группу, мне приходит в голову мысль, да, купить стаканы. Я думаю, да ладно, фигня какая, вообще это не мое служение, все такое прочее. А у меня есть выбор, я могу выйти пораньше, зайти в магазин, прямо около метро, а могу доехать там до другой станции метро, где нет магазина. Ну и мне лень выходить, думаю, да ладно, блин, какая фигня, какие стаканы, да. Я приезжаю на группу, ни одного стакана, думаю, твою мать, ну тебе же сказали, купи стакан. Ну тебе сказали, ну какого ж хрена, да. Поэтому сегодня я привыкла вот за этими мыслями наблюдать и действовать интуитивно. Я возвращаюсь, например, домой, мне приходит в голову мысль, да, написать мужу, жизнь прекрасна, я люблю тебя. Следующее, что я делаю, я беру телефон и пишу ему это. Потому что эта мысль не от болезни. Болезнь никогда не скажет, сделай доброе дело, да, никогда. Поэтому все добрые мысли, которые приходят мне в голову, я иду и делаю это, он подсказывает мне, он говорит, что я должна сделать. Моя задача услышать, но чтобы услышать, нужна тишина. Тишина, да, потому что Бог приходит только в тишине, да. Или я, или Бог. Я или даю, я создаю эти условия. Чем? Я останавливаюсь. Вот это и есть остановка. Стоп, я не управляю этим миром, исполняю твою волю. Не надо мне ничего. Вы не думаете, что прямо такой список, в чем его воля. Нет, моя задача спросить. А там как будет? Надо просто делать эти тупые действия. И тогда все, что написано в этой книге, начинает сбываться. Потому что здесь, ну правда, потрясающе. Тогда вот эта духовная мышца начинает накачиваться. Но моя задача спрашивать, спрашивать, спрашивать. И в какой-то момент я начинаю понимать ответы. Когда я первый раз услышала ответ, да, я помню, мне надо было ехать на другой город, на мероприятие, там анонимных алкоголиков. А я привыкла, как в старой жизни, я же привыкла все заранее делать. Да? Я заранее там, ну, собираю вещи. Вот когда я сейчас к вам летела, вообще, блин, у меня самолет там был в 14.35, я утром проснула, собрала вещи, поехала. Я ничего не делала заранее, я уже привыкла так жить. Да? А раньше это все заранее, что ли? Да? Вот. И я прям понимаю, что мне завтра на поезде ехать, а я вообще еще не готовилась ничего. И нет времени. Желаю в состоянии беспокойства, что я все время возвращалась мыслями к тому, что мне завтра уезжать. И тут я вспоминаю, что Бог есть. Я говорю, слушай, Господи, а ты поможешь мне завтра собраться и вовремя успеть на поезде? И вот я прям это понимаю. Завтра помогу. Я просто задала вопрос. И сегодня, правда, когда задаешь вопрос, ответ приходит в большинстве случаев, да? Разговариваю с подопечной. Она говорит, весь день ждала звонка от мужа, он мне позвонил. Мне так хочется ему позвонить. Чего делать? Я говорю, я не знаю, ты Бога спроси. Да? И она мне перезвонила через пять минут. Она говорит, я спросила Бога. И Бог сказал, позвони. И я ему позвонила, и был прекрасный разговор. Он тоже говорит, я весь день ждала твоего звонка. Я не знаю, Бог знает. Иди спроси Бога. Да? Вот это моя классическая фраза, как спонсора. Забудь все, что я тебе сказала и помолись об этом. Но мы забываем его спрашивать. Я постоянно рулю этой жизнью. Я все время забываю, что Бог есть. Мне кажется, что я что-то знаю. Да? Это иллюзия. Это неправда. Это вера в ложь. Вот. Что еще интересно в одиннадцатом шаге хотела рассказать. По опыту. Когда я начинаю вести себя таким образом, вокруг меня начинает все меняться. Вот правда все меняться. И это происходит автоматически. И это правда так странно. И это так удивительно. Когда я вот просто начинаю делать эти действия, да? Я помню, как-то приезжая к свекрови, да? После какого-то перерыва. Она выходит в коридор, обнимает меня, говорит, Танька, как я по тебе соскучилась. Как это можно по мне соскучиться? Я ненавидела ее годами. Я ничего не сделала, кроме десятого, одиннадцатого, двенадцатого шага, да? И я просто просила Божьего в руководство. Я просто спрашивала Бога, каким, какой бы он хотел видеть меня. Еще очень важный момент, который я тоже отношу к дневной части, одиннадцатого шага. Это осознанная благодарность. Смотрите, ситуация, да? Все, окей, случилось чудо, муж протрезвел, да? Все хорошо, но после работы он идет на группу, а в его спонсорской линии у него созвонка со своими подопечными каждый вечер. Днем он работает, значит, он приходит полдесятого домой, да? И начинается. Дзинь, 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 алло, как у тебя дела? Я так смотрю, думаю, ну пипец, раньше ты бухал, тебя не было, сейчас, блин, ты трезвый, но тебя опять нету. И вот это место, когда я должна пойти к Богу. Господи, спасибо тебе за то, что у меня есть муж, спасибо за то, что он живой, спасибо за то, что он трезвый, спасибо, что у него есть подопечные, потому что я знаю, что работа с ними входит в программу выздоровления, спасибо. Вот я прям хожу и целый день бубню. Господи, спасибо огромное, что меня позвали в другой город, спасибо огромное, что летают такие прекрасные самолеты, спасибо огромное, что там меня встретили, спасибо огромное, что меня накормили, Спасибо, что я хожу и говорю это. И вот это тоже помогает мне находиться в осознанном контакте с Богом. Конечно, в этом есть корысть. Знаете, когда кто-то из моих детей подходит ко мне и благодарит меня, у меня прям так хочется дать ему еще. Потому что я думаю, что если я буду благодарить Бога, то он мне даст еще. А на самом деле так и происходит. Потому что я ценю то, что мне дано, а он дает мне еще. Вот для меня вот это важно. И это тоже помнить о Боге, потому что я же Богу говорю, я Ему говорю спасибо тебе за это. Спасибо. И мелочи, подмечать мелочи в своей жизни. Вот я возвращаюсь домой, например, около подъезда там такая кусочек льда. Я с двумя сумками из магазина. Я подскользнулась и не упала. Господи, спасибо, что удержала. Подхожу к остановке, сразу приходит мой автобус. Господи, спасибо, что автобус. Спасибо, не надо ждать. Выхожу из группы. Господи, спасибо тебе, что у меня такая прекрасная домашняя группа. Спасибо, что ты привел сегодня новичков на мою группу. Спасибо, что ты делаешь меня полезной. Я живу в этом, понимаете? Постоянно. Дальше. Практика, которую я использую вот в моей жизни, чтобы не забыть, кто я, а кто Бог. Ох, жесткая дисциплина. Когда ко мне подходит человек и благодарит меня за что-то. Господи, помоги мне не приписывать себе твои заслуги. Знаете, как я вышла на это? Как-то еду. Ну, в субботу там я на семинаре была, муж вечером на группе. Я к нему приехала, там была спикерская. И мы едем обратно, я сижу рядом в машине. И говорю, ой, такой прекрасный день был, такой хороший. Я вот с этим поговорила, я вот этому сказала. Я вот этому. Потом думаю, так, а что я сейчас делаю? А я хвалюсь. А какое это качество? Самодовольство. Какая я крутая. Сколько хороших дел я сделала в сегодняшнем дне. И вот это то, что может меня убить. Нельзя мне так думать. Я иду к Богу, говорю, Господи, спасибо тебе, что ты сделал меня сегодня полезной для этих людей. Это тоже осознанный контакт с Богом. Жесточайшая дисциплина. Потому что очень большое искушение. Потому что много людей, я от огромного количества людей получаю сегодня благодарность. И это ужас, когда приезжают люди на группу, да, и говорят, мы знаем, здесь есть такая Таня, она здесь сидит сейчас, и мне хочется под стол залезть нафиг, да, потому что мне страшно от всего этого. Но, Господи, помоги мне помнить, кто ты, а кто я. Не забывать. И сегодня это тоже на автомате подходит. Человек говорит, ой, Таня, я слушала твой семинар. Господи, помоги мне не приписывать себе твоих заслуги, да. Вот это жесткая дисциплина для меня. Потому что я склонна приписывать себе заслуги Бога. И я склонна мнить себя Богом. Почему вот эти фразы? Я не управляю тем миром, исполняю твою волю. Потому что мне все время хочется управлять этим миром. Или как книги, мы не мним себя центром вселенной. Почему? Да потому что я постоянно мню себя центром вселенной. Если я не буду делать эти простые действия, я умру. Потому что болезнь очень серьезная. И это та дисциплина, которая приписана мне. Она, кстати, очень помогает. Вот реально очень помогает, да. И дома, в семье, у меня довольно тяжело. У меня тяжело больна дочь, да. У меня не очень все хорошо в семье. Да, ну, ребята, ожидать, что вот, что все будет хорошо, да. С двумя больными напрочь родителями. Ожидать, что у детей не будет проблем, но это тоже уже безумие, да. Поэтому я хожу с Богом по квартире, да. Моя дочь, она не учится, не работает. Ей 17 лет. Я, конечно, переживаю за это. Как только я ловлю себя на мыслях о дочери. Господи, избавь меня от страха, помоги мне доверять тебе, полагаться на мне. Это тоже 11 шаг. Я все выношу, выношу, понимаете. Потому что Бог единственный, кто может меня от этого освободить. Если я его попрошу. Она спит днем, ночью она кушает, утром я прихожу. На кухне всегда грязная посуда. Господи, помоги мне не сердиться на мою дочь. Помоги мне с любовью и с терпимостью убрать за ней. Господи, спасибо тебе за то, что у меня есть дочь. Спасибо, что я... Мне есть о ком заботиться. Спасибо, что есть горячая вода. Спасибо, что есть губка. Спасибо, что есть ферри. Помоги мне с любовью и с терпимостью сделать эти действия. Это входит в программу моего выздоровления. Постоянное наблюдение за собой и постоянная просьба Бога. Господи, помоги мне любить свою дочь Твоей любовью, как Твоего ребенка. Я не могу любить, я не умею любить. Я эгоистична и зациклена на себе в существо, но у меня сегодня есть доступ к силе. И моя ответственность сегодня попросить у этой силы того, что у меня нет. И моя ответственность поблагодарить Бога за это. Я люблю, когда меня благодарят. Раньше в старой жизни любила, сейчас боюсь, но ладно, это уже мои проблемы. И я тоже благодарю Бога за это. И это прям реально мне помогает, понимаете? Но с этим надо жить. И что я в какой-то момент поняла, что мне к людям без Бога подходить нельзя. Меня научила работа с другими, звонит человек, слушайте, у меня всегда есть время, пока она... Я слушаю телефон, да, пока человек описывает свою проблему, я параллельно начинаю молиться. Господи, как я могу помочь этой женщине, да? Дай мне правильные слова, сделай меня полезной. И сегодня у меня это абсолютно на автомате, я даже не понимаю, что я говорю. Я что-то там говорю, да, я сразу об этом забываю, я не живу в этом. Ну, я все время прошу Бога, прям, Господи, твоему ребенку нужна помощь, сделай меня полезной для этого человека, помоги мне. А потом я с удилением обнаружила, что меня надо звать в разговор Бога, в разговор с мужем, понимаете? Потому что вот муж, вот он остается для меня сегодня неким таким раздражителем, да? Да, потому что, блин, пипец, у меня продолжают какие-то там завышенные требования к нему оставаться. Я продолжаю считать, что он что-то мне... Ну, это так, знаете, уже скользко, но тем не менее, время от времени я на этом подсказываюсь. И вот это очень важно, в своем доме это делать, потому что на группе быть духовной легко и просто. А вот дома, с родителями, с детьми, с учителями в школе быть духовной, вот для этого точно нужен Бог, для этого нужно много Бога. Вот, и на самом деле, вы знаете, сегодня это просто очень получается. Недавно получая по WhatsApp от классного руководителя своего сына такие черно-белые фотографии, куча-куча фотографий. И там прям кто-то сфоткал, как сын в компании друзей, там, значит, курит, выпивает и все такое прочее. И такой вопрос, Татьяна Семеновна, когда вы можете прийти в школу? Я ему пишу, там через полчаса могу зайти. Я говорю, господи, пойдем успокоим этого человека и скажем, что все хорошо, да? И я туда иду абсолютно весь, у меня, ну и что подумаешь, фигня какая. Ну да, кто не пил, не курил в этом возрасте, я сама все это делала, да? Я вообще ни капельки не боюсь, ни злюсь ничего, я иду радостно, счастливая, свободная. Я иду в школу с Богом, я выхожу из школы и с Богом. И мне очень хорошо. Я прям наблатыкалась, потому что у меня было много очень проблем с детьми связанных, да? Когда меня вызывали на педсовет, там, ты-ты-ты, я просто ходила с Богом, да? И вот реально мне звонят, там, вот, приходите, да? Я говорю, окей, господи, пойдем. Какой бы ты хотел видеть меня на этом педсовете? Спокойный, добрый, внимательный, благодарный, да, слушающий. И я сижу и слушаю этих людей, и я правда им благодарна. Я понимаю, что эти люди заботятся о моем сыне, о моей дочери, да? Они как бы предупреждают меня, как мать, на что стоит обратить внимание, да? Но меня совершенно это не расстраивает. Я потом говорю, спасибо вам огромное, я очень вам благодарна за то, что вы делаете для моих детей, да? У меня сегодня уже не приходит в голову мысли с ними поспорить, там, или сказать, там, свое мнение, да? Не, я уже научилась этого не делать, да? Вот, и как-то мне так здорово, и так легко живется, прям легко стало жить, понимаете? И я прям удивляюсь, думаю, блин, пипец. Я бы раньше, если бы получила фотографии сына, который там курит, пьет, да, я бы полетела... А мне даже в голову не пришло к сыну подходить. Вообще, я бы даже ничего не сказала бы ему об этом разговоре, если бы мы с ним в школе не столкнулись, понимаете? И, блин, это так просто, на самом деле, потому что Бог великий. Моя задача просто жить с ним, да, просить его, брать его во все свои дела и благодарить его за все. Вот это для меня важно. Спасибо большое, что послушали. Спасибо. Ура! Ура!